Тема сегодняшнего эфира — это недвойственность. Что такое недвойственность, механизмы недвойственности, что такое дуальное восприятие и так далее. С одной стороны, про недвойственность рассказывает очень много мастеров, и, как правило, мастера уже находятся на таком уровне, когда для них это уже образ жизни, но очень многие вещи, которые эти мастера пытаются донести, они для обычного человека не очень понятны. Абстрактная недвойственность, какая-то пустота, единение с миром и так далее. И наша Личность, она тяжело воспринимает такие вещи абстрактные, потому что ум привык к чему-то фиксированному, осязаемому, конкретному, то, что можно пощупать, измерить и так далее. И образовался такой, по моим наблюдениям, образовалось такое белое пятно, скажем так, образовалось. В понимании вот этого механизма, потому что не все понимают, и, как я уже сказал, вещь абстрактная. И я в этом эфире сегодня попытаюсь немножко упростить вообще понятие недвойственности. И очень многие из вас поймут, что это не очень сложно, и это, в принципе, присутствовало у нас всегда. И давайте начнем вообще с механизма, даже с физиологии понятий недвойственности и дуальности. Что такое дуальность? Дуальность — это наше восприятие, естественное восприятие мира. То есть мы мир воспринимаем через два определения — да или нет. Если любую речь посмотреть, вот даже я говорю, я не могу оперировать недвойственными понятиями, пытаясь передать вам какую-то информацию. Я оперирую либо утверждениями, либо отрицаниями. И это как раз и является нашим обычным механизмом общения. Но у этого механизма есть такой крупный недостаток, потому что как раз дуальное восприятие и дуальные реакции порождают карму. То есть наше вот это либо отрицание, либо принятие, они являются неполноценными механизмами. С чем это связано? Это связано как раз с устройством нашего тела, а точнее с энергетическим устройством нашим. Потому что у нас есть три основных энергоканала. Это ида, пингала и сушумна. Ида — это отрицательная женская энергия, пингала — это мужская положительная энергия и сушумно-центральный канал. Вы наверняка это слышали, это из юридической традиции. Это можно назвать еще инь-янь-ци в Китае и так далее. То есть в принципе в восточных традициях это достаточно известная вещь. И так как мы уже живем в информационном мире, эту информацию уже знают чуть ли не школьники. Поэтому как раз эти три канала являются нашими основными. Ида и пингала. Ида — отрицательный канал, он связан как раз с нашим отрицанием. То есть все, что мы говорим «нет» — это включение, активация именно канала Иды. Еще интересный факт — то, что этот отрицательный канал является нашим восприятием прошлого. То есть когда мы думаем о чем-то прошлом, о каких-то поступках, о каких-то сожалениях, которые произошли, и мы хотим что-то исправить, наше сознание смещается именно в вот эту отрицательную энергию. Она отрицательна не потому, что плохая, это просто полюс, минус и плюс. И смещается наше сознание. Когда мы думаем о прошлом, мы включаемся как раз в режим вот этого канала Ида. Когда мы думаем о будущем, мы включаемся в канал пингала. То есть фактически, получается, эти два канала, они влияют на наше мышление. Мы думаем либо о прошлом, думаем либо о будущем. И казалось бы, ну а что здесь такого? Но если вы сталкивались с различными мастерами и читали серьезную духовную литературу, то все они говорят про какой-то механизм живи здесь и сейчас. Наверняка про это слышали. И как раз в этом и фишка, что состояние здесь и сейчас, оно может быть только через восприятие канала сушумно. То есть центральный канал, который у нас проходит вдоль позвоночника. Но по умолчанию этот канал, он пассивен. То есть мы в этом мире 99% времени воспринимаем эту реальность либо через отрицательную женскую энергию Иду, либо через положительную мужскую энергию Пингала. А сушумно у нас фактически не работает никогда. И поэтому получается, что любое наше действие, любая наша мысль, неважно, положительная она для нас, отрицательная для нас или как бы мы ее не воспринимали, она порождает именно кармические механизмы. Потому что есть такой интересный момент, когда мы получаем какую-то информацию, мы должны сделать выбор, да или нет. Мы принимаем эту информацию, либо мы ее отрицаем. А получается, мы сразу включаем оценочность. И вот эта оценочность, она характерна как раз для дуального восприятия. Но когда мы что-то отрицаем или что-то принимаем, а другую сторону этого момента отрицаем, вот это непринятие того, что нам не нравится, оно никуда не исчезает. Такого нет. Я сказал нет, и меня больше это не волнует. Это вас будет волновать в ближайшем, либо дальнем будущем. Потому что все, что у нас происходит и не принимается, оно у нас смещается в наше подсознание. То есть никогда ничего не исчезает. Любая мысль, любое восприятие, любая оценочность, они, получается, остаются вместе с нами. То есть, казалось бы, те вещи, которых мы избегаем постоянно в жизни, они никуда не исчезают. Получается, когда мы что-то в себе отталкиваем, этот человек может исчезнуть, это событие может пройти, но наше отношение к подобному у нас остается с нами. И получается, оно подгружается в подсознание. И рано или поздно оно вылезет в виде какой-то латентной мотивации, которая заставит нас сделать, создать событие, в котором мы снова отыграем эту ситуацию. И нам придется принять вот этот аспект, который мы не приняли изначально. Вот и вся суть кармы. Получается, что из-за того, что мы не можем целостно воспринимать, то есть мы не можем, ну так ум работает, наш ум ограничен сам по себе. Это как, знаете, двигатель машины, вот он просто ограничен сам по себе, и он не может ехать 500, там, 1000 километров скорость в час, или там машина не может летать. Это функционал ума. Это не минус, не плюс, это просто его вот основная функция. И получается, что наш ум из-за вот этого ограниченного восприятия автоматически делит. И мы без оценочности мир этот воспринять не можем. И значит наш любой посыл, любая мотивация, любое движение, любая даже маломальская мысль, она порождает эту карму. Поэтому вот эти йоги, они все пытаются остановить ум, они пытаются выключить восприятие этого мира, только для того, чтобы не порождать карму. Такой интересный достаточно факт, потому что вы должны понять, что пока ум работает, и пока в уме происходят мысли, мы мыслями порождаем карму. Потому что у нас не может быть целостной мысли. И вот спрашивается, а что делать, и как выйти из этой ситуации, и получается какая-то обреченность, что что бы мы ни думали, мы порождаем карму. Даже позитивная карма, поймите, когда мы думаем, знаете, есть такое направление, особенно на Западе, позитивное мышление. Позитивное мышление, оно с одной стороны, да, чем-то помогает, но если глобально посмотреть на позитивное мышление, все равно там есть отрицание. То есть мы что-то признаем позитивным, и мы хотим это принять в жизнь, а что-то нам не нравится, и мы не хотим об этом думать. И получается, что тот аспект, о котором мы не хотим думать, он все равно остается с нами. И получается, в долгосрочной перспективе мы позитивным мышлением можем привлечь ситуацию, которая будет нам казаться нашей, вот мы ее привлекли, мы над ней работали, мы визуализировали и так далее, но а куда исчезла вторая часть, которую мы не приняли? И получается, что через несколько лет или десятилетий эта ситуация вылезет, а иногда еще и через жизнь, то есть в следующей жизни она вылезет, и нам придется это отработать, потому что весь смысл этого мира и понимание этого мира заключается как раз в принятии целостном. То есть вся наша кармическая игра, все наши вот эти походы из жизни в жизнь нужны только для того, чтобы мы любую ситуацию проработали с двух сторон. То есть и с положительной стороны, и с отрицательной стороны. И когда вот эти две вещи отработаны, только тогда это входит в нас как структура, и это уже не возникает в нашем пространстве. То есть мы конкретно вот это событие, которое проработали с двух аспектов, оно у нас уже не требует проявления в реальность, и оно просто как структура, как наша мудрость, как такой наш опыт, оно воспринимается нормально, и оно не возникает, не возникает событий, в которых мы должны что-то отрабатывать. Вот такой нюанс, такая хитрость, которая получается, как бы мы не убегали в какой-то положительный аспект, отрицательный аспект нас все равно догонит. И никак по-другому. То есть многим может эта информация не понравится, какой-то многих... Я когда в свое время лет 10 назад вот эту информацию только начинал получать, осознавать, у меня такой стопор был, у меня даже был момент такой, когда я работал с прошлыми жизнями и смотрел как раз людей, и получается понял, что наше подсознание и наше прошлое жизни это просто набор задач, причем разных задач. И мы в прошлых жизнях были абсолютно разные. Мы были и плохими, и хорошими, и было очень много всего. И это наработка нашего мудрости, наша эволюция. Я не делю, не воспринимаю там кто-то плохой, кто-то хороший, но знаете, одно из таких осознаний, когда я вдруг понял, что даже стремление наших вот этих вот задач латентных, то есть подсознательных, которые мы из прошлых жизней принесли в эту жизнь, отработать какую-то вещь негативную, чтобы получить позитивное, когда я погрузился просто в эту прямую работу с подсознанием, я вдруг обнаружил, что неумолимо нужно отрабатывать два аспекта. То есть у нас в голове есть вот такое восприятие, позитивное, негативное, а в глобальном плане этого нет. Это одно и то же, просто разные полюса энергии. И в итоге получается, что когда мы даже если отработали что-то негативное, и вот получили наконец-то позитивный аспект, и когда мы его тоже прожили и насытились этим позитивным аспектом, получили опыт, это исчезает. Исчезает как структура, исчезает как события, исчезает как люди. И знаете, такое, я потерял смысл в какой-то момент сидя работая, просто и вдруг осознание вот это приходит, что так, а смысл, стремиться тогда не к чему. Получается, что позитивный аспект отрабатывая, он исчезает, он не может долго удерживаться бесконечно, там, от жизни в жизнь, что мы вот все полностью отработали, и теперь сидим наслаждаемся. Оно так не работает. Как раз работает ровно наоборот, в том плане, что когда мы это все отработали, оно исчезает, и мы больше не получаем этих ситуаций. У нас не возникает внутренней потребности это прожить. И вот этот механизм так и работает. Получается, что мы якобы бежим за этими ложными целями, и этим объясняются как раз вот эти феномены, когда человек, который получил максимум, там, у него с деньгами все хорошо, у него огромные ресурсы, он перепробовал все в жизни, ему казалось, что это что-то интересное, сладкое, но он теряет мотивацию. И посмотрите, чем в итоге заканчивают многие богатые люди. Они пустыми становятся, потому что не рождается внутренняя мотивация. У них там уже другие проблемы начинаются. У них проблемы со здоровьем начинаются, они пытаются создать вакцины в молодости, жить по 200 лет, но смысла в этом нет, жить по 200-300 лет, когда внутри не возникает никаких желаний. И вот видите, какой механизм вот этого дуального восприятия, насколько он в нас пронизан через все жизни, через наше прошлое воплощение, через нашу текущую личность. И мы, по сути, играем в якобы достижение чего-то позитивного, а по факту получается, что мы просто добежим до какой-то цели, получим этот опыт и исчезнем. Ну, исчезнет вот эта ситуация, исчезнет эта мотивация. И это вот дуальное восприятие. И что же с этим делом делать получается? Оказывается, вот этот дуальный механизм, когда мы думаем, и в принципе, вот задумайтесь, что любые мысли, они всегда связаны либо с прошлым, либо с будущим. мысли про здесь и сейчас не происходят. Этот феномен вы можете даже отследить сейчас, если вы попытаетесь осознаться, вот осознать свое тело, сидя там, вот смотрите эфир, осознать себя в текущем моменте, что вы сидите, слушаете эфир, сидите на стуле, там на диване и так далее, в этот момент у вас будет только состояние такое, это не состояние переваривания мыслей, это будет состояние просто вот ощущения этого пространства. А мысли не рождается в этом моменте. Ну, если вы подумаете, а что будет в конце эфира, а я хочу задать вопрос и формулирую его в голове, это все равно планирование на будущее. Или, например, я сегодня не успел что-то сделать и сижу об этом думаю и получается сразу переключение либо в прошлое, либо в будущее. И в итоге человек, обычный человек, который живет на автомате всю эту жизнь, он думает либо о прошлом, либо о будущем, но здесь включается дисбаланс. У нас устроена энергетика, вся энергетика нашего тела, энергетическая структура устроена так, что если человек сильно залипает в прошлое или сильно залипает в будущее, он создает дисбаланс энергии. Из-за этого уже включается такой потенциал заболеваний, потому что мы зацикливаясь на вот этих вот аспектах прошлое-будущее, мы, ну, представьте, как баланс, энергия переливается в один край, во втором крае ее не хватает и получается мы создаем этот дисбаланс, естественно, нарушается структура, вся структура работы организма, тонких тел и мы начинаем болеть. Встает вопрос, а что с этим делать? А с этим делать как раз это значит нужно работать с центральным каналом. И как раз канал Сушумна, он отвечает за состояние восприятия недвойственности. как раз чтобы не порождать карму нужно работать сушумно-каналом. Это давно раскрыто у йогов, но это уже в таких высших йогах, высших школах типа раджа йоги, крии йоги, будха йоги и так далее. Там вот эти аспекты раскрыты. В хатха йоге вы вряд ли это найдете, хотя, в принципе, смотря какой мастер рассказывает, там тоже он сводит к этому. Но смысл заключается в следующем. Нужно каким-то образом изменить состояние сознания, чтобы не транслировать вот это залипание в прошлое или в будущее, а именно сконцентрироваться на состоянии здесь и сейчас. Так вот, интересный момент такой. Вы можете даже сейчас в эфире проверить и, кстати, можете словить такой эффект по умолчанию. У нас дышат либо левая, либо правая ноздря. Это достаточно известный факт. Левая ноздря у нас охлаждает тело, правая ноздря у нас нагревает тело. Если посмотреть через энергоструктуру, левая ноздря отвечает за правое полушарие, а правое ноздря отвечает за левое полушарие. То есть, левое полушарие это правая сторона тела, то есть, левое полушарие можно назвать мужским, а правое полушарие можно называть женским, отвечает за левую часть тела. Так вот, получается физиологически две ноздри, они регулируют у нас температуру тела. И в зависимости от ситуации, включается та или иная, но по умолчанию у нас где-то, как правило, около полутора часов дышит одна. Буквально на 2-3 минуты переключаются ноздри и начинает дышать вторая, а первая закрывается. И это можно отследить, если вы внимательно просто посмотрите, понаблюдаете, вы в какой-то момент заметите вот эту закономерность переключения ноздрей. Но это не только физиология. Получается, что нас как бы переключает, чтобы мы не были постоянно в залипании в прошлом и восприятии какого-то отрицания пассивности, нас переключает в более активную. То есть у нас режим либо пассивный, либо активный. Есть даже такая йога, свара йога называется, в которой как раз расписывается, что как раз отслеживание активности ноздрей, как они дышат, в соответствии с этим человек решает, как ему нужно поступать. То есть другими словами, вот смотрите, если у вас дышит левая ноздря, то есть у вас активно правая половина, это пассивная часть. И вам в этот момент возникает событие, где вы должны как-то активно проявить свою, как это правильно сказать, свою позицию активно проявить, то при пассивном режиме тела, попытка что-то сделать, что-то доказать кому-то, сразу вас ждет провал, потому что вы включены в режим пассивности. Грубо говоря, берем ситуацию, вы сидите на работе, вас вызывает начальник, и вы проверяете ноздрю. Если у вас пассивная ноздря дышит, и вы зашли к начальнику, и он у вас решил там чем-то как-то наказать, все, что вы можете сделать в этой ситуации, это повести себя пассивно и покивать головой, сказать, да, я виноват, постараюсь исправиться. То есть подчинение. И это будет самое лучшее решение, даже если внутри вам хочется доказать начальнику, что вы правы, что вы не виноваты и так далее. Потому что уже в режиме пассивности вы изначально проигрываете, вам нужно себя пассивно удерживать. Если же вы в активной фазе, то вам нужно как раз себя отстаивать, и ваш шанс продавить начальника гораздо больше. Вот, казалось бы, элементарные вещи, но такое вот интересное есть направление. Еще раз повторюсь, называется свара-йога. Вот. Это показывает вот это восприятие переключения режимов, о которых я рассказываю. Так вот, третий режим, вы сейчас проверьте, какая у вас ноздря дышит, и вы сейчас можете обнаружить, потому что эфир посвящен достаточно таким высокочастотной информации, которая встречается именно в школах высшей йоги. Поэтому вы уже можете включиться в этот поток, который через меня транслируется, и обнаружить, что у вас дышат две ноздри. Если у вас дышат две ноздри, значит у вас произошла сонастройка со мной, и вы сейчас как раз в максимально правильном восприятии этого пространства. То есть вы слышите меня целостно. Если у вас дышит одна ноздря любая, неважно какая, вы воспринимаете меня частично. То есть, казалось бы, я говорю одно и то же для всех, но по факту вы можете просто пропускать. Ваш ум будет фильтровать часть информации, вы ее просто не слышите. Вы ее, точнее, вы ее слышите, но не воспринимаете. Вот она разница восприятия. И практика показывает, что когда человек медитирует, когда человек расслабляется, сонастраивается, то есть на такое восприятие у него, как правило, включаются две ноздри. И даже говорят, что если вы сели медитировать, и у вас дышит одна из ноздрей, у вас медитация не получится. И вот, и здесь уже пишет, и Иринка пишет, а я удивляюсь, почему у меня две ноздри дышат. Да, да, это вот эффект, потому что пошлась настройка. По умолчанию, вот после эфира вы походите там полчасика, часик и обнаружите, что опять дышит одна ноздря. Очень часто встречается такое, что вообще, в принципе, одна ноздря дышит. И это уже, скажем, такое, можно слегка беспокоиться в том плане, что у вас постоянно сильный дисбаланс. В одну сторону вы залипаете в один аспект, либо в прошлое, либо в будущее. Вот, и как раз вот вещи насчет ноздрей. Есть даже такие техники, я вам прямо покажу в прямом эфире, который использует йоги. И как включить вторую ноздрю. Например, если у вас дышит левая, а не дышит правая, вы берете руку в кулак, сжимаете, поднимаете руку. Руку противоположную той ноздре, которую у вас не дышит. То есть, если у меня условно сейчас не дышит правая ноздря, я беру кулак правой руки и кладу его под мышку левой руки. И максимально сжимаю руку, прижимаю вот этот кулак, вдавливаю под мышку. И держу минут 5-7, как правило, включается правая ноздря. То есть, вы можете провести этот эксперимент где-нибудь, то есть, проверить. Запомните, вы берете под мышку руки той, которая противоположна не дышащей ноздря. Кулак под мышку прижали, 5-7 минут можете еще и лечь на диван, придавить вот этот кулак. Через 5-7 минут включается ноздря. Тоже вам такой лайфхак. Это специально делается для того, чтобы как раз нормально войти в ту же медитацию, в правильное восприятие этой реальности. В нужное, когда мы что-то медитируем, либо пытаемся что-то осознать, осмыслить, что-то такое глобальное и даже какую-то литературу почитать. Когда духовную литературу мы читаем, вы проверьте свои ноздри и обнаружите, что если у вас дышит только одна ноздря, у вас даже книга по-другому воспринимается. Вам она тяжело читается, то есть как-то вы засыпаете, вырубаетесь и так далее. Если у вас дышат две ноздри, то как раз это очень хороший признак того, что вы очень глубоко эту информацию воспримете, потому что вы перешли в режим целостного восприятия. Так вот, это и есть суть недвойственности. Недвойственность – это когда дышат две ноздри. Вот такой интересный факт. Получается, что по умолчанию, когда мы ведем активный образ жизни, связанный именно с материальным, социальным миром, взаимодействием со своими родственниками и так далее, у нас, как правило, работает либо левая, либо правая. Если уже у нас дышат две ноздри, это включается целостное восприятие. И у йогов считается, что если мы находимся в режиме вот этого недвойственности, в это время не порождается карма. Второй интересный момент как раз управления и в чате спрашивали, там задают вопросы. Если кто-то у меня не в чате, кому интересно, зайдите на канал, шапка профиля. Там ссылка на телеграм-канал. Там я постоянно отвечаю на вопросы участников чата. Зайдите, подайте заявку. Я после эфира приму заявки. И вы там можете задавать вопросы, которые я стараюсь, как правило, там блоком отвечать сразу на пачку вопросов, которые накопились. И вот там тоже ситуация, когда человек спрашивает, как справиться с беспокойством, со всем остальным. Вот один из приемов как раз страха и беспокойства, когда у вас присутствует... А сейчас мы живем в таком мире, когда здесь одно сплошное беспокойство, страх и неуверенность в будущем. Очень многие как раз включаются. И что с этим можно быстро сделать? С этим можно быстро сделать, когда вы представляете, что идет три канала энергетических. И вы просто вниманием начинаете дышать по позвоночнику, по центральному каналу, вверх-вниз. И представляете, что вся энергия, боковые каналы, они сливаются в единый канал. И что вы получите? В итоге энергии из каналов Ида и Пингала начнут смещаться в центральный канал, и у вас беспокойство пропадет в принципе. Потому что в канале Сушумна в недвойственном восприятии нет понятия беспокойства. У вас возникает целостность. Беспокойство возникает только тогда, когда мы не целостны внутри. Когда мы не воспринимаем себя полностью, когда мы не до конца понимаем этот мир, когда мы не можем его полностью оценить, мы не понимаем, что нас ждет, мы сожалеем им в ошибках. И это нас постоянно мурыжит внутри, мы не знаем, что у нас будет завтра. В недвойственности восприятие абсолютно. Ты в состоянии здесь и сейчас, значит беспокойства не возникает. Потому что природа страха заключается в чем? В ожидании. Любой страх это всего лишь ожидание неизвестного. Когда возникает уже критическая ситуация, там нет страха, там есть действие бей и беги. Там активность. Мы выбираем опять же, видите, бей или беги. То есть получается тот же самый момент. Выбираем либо активную, либо пассивную позицию. Но тем не менее мы там действуем. Там уже включаются различные режимы, там гормоны выделяются соответствующие. Мы действуем. Но если мы сидим, ждем чего-то, что еще не произошло, это и есть страх в чистом виде. Поэтому когда у нас возникает страх, это не значит, что произошла проблема. Это всего лишь наше вот это ложное ожидание чего-то. И мы в другой раз можем страхом себя извести. Потому что во время страха у нас очень большой выброс энергии и очень большие энергопотери. Энергозатраты, удерживание в этом состоянии, в этом треморе. И мы сливаемся физически. Мы начинаем болеть и так далее. Но по факту уже ничего не произошло. Так вот для того, чтобы вернуться просто вот в это состояние целостности, есть определенные практики, которые я в принципе периодически рассказываю в том же чате и в своих видео, как работать с этим. Когда вы входите в более целостное восприятие и вам становится на порядок проще жить. Мир не меняется, меняется ваше отношение к этому миру. Ну и плюс включается следующий механизм. Куда внимание, туда энергия. Получается, если вы залипаете на каких-то проблемах, на каких-то ситуациях, сейчас очень тяжелые времена, действительно, очень это геополитическая кошмарная ситуация. Происходит вокруг одни сплошные трагедии. И очень много людей задействованы прямо или косвенно в этих трагедиях. Но поймите, единственный механизм избежать риска попадания в мясорубку, любую, это в первую очередь убрать внимание оттуда. Многие скажут, как можно убрать внимание? Как раз-то ваше внимание, ваше беспокойство в любой ситуации, страхе, вот эти переживания, они притягивают вашей ситуации. Вы сами их притягиваете, магнетизируя. То есть, если вы думаете о страх, он выделяет большое количество энергии. Почему наши негативные мысли исполняются гораздо быстрее, чем позитивные? Потому что мы более искренни. В позитивных мы часто сомневаемся, а в страхе мы искренни. И вот представьте, негативная ситуация, у нас страх, и мы страхом начинаем эту ситуацию запитывать, и включается механизм, есть мыслеформа, есть энергия. Мы запитываем мыслеформу, что мы делаем? Материализуем ситуацию, мы ее притягиваем, значит, начнут вокруг появляться люди, начнут появляться вокруг события, определенные, которые вы притянули. И поэтому вы попадаете в какие-то сложные ситуации. Если вы выключаете внимание ситуации, вы заметите закономерность, что очень многие люди отключаются, исчезают из вашего окружения, вас не тремарят, вам не дают просто думать об этих ситуациях. И поэтому нужно исключать всякие новостные перелистывания, постоянное отслеживание ситуации, где там, что, куда. Имейте общее представление, но если чувствуете, что это вас заводит, и внутри возникают большие эмоции, то поверьте, в первую очередь нужно отключить это от того, что вы якобы контролируете ситуацию. Поверьте, это такой же контроль, как вы контролируете ситуацию в самолете, когда начинается турбулентность, и вы пальцами впиваетесь в кресло. Ну, скажите, смешно. То есть вы из-за того, что крепко держите кресло, вы как-то исправите турбулентность или как-то исправите поведение самолета? Никак. Вот точно так же мы впиваемся в кресло, читая новости, думая, что мы, зная все аспекты и нюансы, мы сможем как-то избежать негатива. Но еще раз повторяюсь и возвращаюсь к началу эфира, где я говорил, что ум не может в принципе целостно воспринимать эту реальную. Значит, если вы читаете любую новость, если вы слышите какие-то негативные мысли и начинаете их у себя в голове переваривать, вы не можете оценить на 100% правильно эту ситуацию. Значит, вы выберете одно из решений, из двух. У нас никогда больше двух не бывает. И оно в любом случае будет неправильное. Поэтому ваша вот эта идея фикс быть во всеоружии, быть в тренде, в понимании всех этих вещей, поверьте, вам это вообще в перспективе ничего не даст, но только создаст такую большую серьезную платформу, для того, чтобы вы отыграли определенное негативное событие. Вот к чему это все приведет. Поэтому, немножко подводя итог того, что я рассказал, есть три энергоканала. Есть дуальное восприятие, когда мы оперируем либо отрицательной женской энергией, либо положительной мужской энергией, либо, если проще сказать, отрицание, принятие, утверждение. Нет, да, это механизм восприятия этого мира. И это порождает карму. И это порождает всегда неправильное решение в глобальном плане, хотя, ну, как бы сказать, в перспективе нескольких дней или нескольких месяцев может показаться, что вы приняли правильное решение. Но вы в любом случае отработаете обратно аспект, как бы вы этого не избегали. Есть состояние недвойственности, состояние здесь и сейчас, в котором вы, в принципе, ошибиться не можете. И там, в принципе, и не нужно ничего принимать решение. То есть, когда у вас возникла ситуация, негативная ситуация, если вы хотите избежать максимально последствий этой ситуации, потому что ситуация, она, знаете, как она потенциал, это какое-то зерно кармическое, это не значит, что оно должно отработать на 200% и как-то вам принести максимальный урон. Нет. Максимальный урон негативная ситуация приносит только тогда, когда мы очень сильно сопротивляемся этой ситуации. И только так. Поэтому любая карма, которая возникает, любое кармическое зерно, которое появляется в нашей реальности, оно изначально всего лишь потенциал. И вот, когда мы выбираем, как реагировать на то или иное событие, если вы выбираете да или нет, значит, вы уже не согласны с целостностью. Вы выбрали одно из двух. А значит, вы уже включились в карму. Начинают идти события. Происходит какая-то ситуация, которая вам не нравится. Вы опять сделали отрицание. Следующая вам ситуация, опять отрицание. И вы таким образом порождаете цепочку событий, которые в итоге вас приведут к чему-то серьезно критическому. Вплоть до летального. А если вы в каком-то своем непринятии еще и закончили эту жизнь, вот этот вот отпечаток, он остается и через жизнь переносится. И в следующей жизни это уже ваши перенесенные кармические задачи, которые вам придется отрабатывать в следующей жизни. Вот к чему это приведет. Так вот, как правильно воспринимать реальность? Происходит событие. Все, что вам нужно, это войти в состояние, нейтральное состояние здесь и сейчас. В состояние недвойственности. Это нужно помедитировать, нужно подышать, нужно отследить, чтобы дышало две ноздри и просто наблюдать, как происходят дальше события. И вы вдруг заметите закономерно, что из-за того, что у вас не возникает мысли, там, активно либо пассивно, вы не подкармливаете ситуацию и находитесь в нейтральной позиции. Поймите, что любая ситуация, она же начинается с мыслеформы. То есть была запитана мыслеформа, которая породила эту ситуацию. Но если вы в нейтральном состоянии находитесь, значит, вы не подпитываете эту мыслеформу и не подпитываете ситуацию. И она просто разваливается. И вы это заметите. Она нейтрализуется, она исчезает, она растворяется и происходит что-то другое. Так вот, если вы хотите управлять этой реальностью, вам нужно научиться максимально нейтрально воспринимать это пространство. В критических ситуациях, и вы заметите, что вы таким образом можете управлять возникающими вот этими вот негативными, неприятными ситуациями, максимально об этом не думать. Не всегда это просто, но если вы будете хотя бы по чуть-чуть на мелких ситуациях, которые относительно терпимы, можно принять даже потерю чего-то мелкого, отыгрывайте на мелких ситуациях. Это вам поможет натренировать вот эту реакцию. Если же вы не будете это тренировать, вы будете, как и большинство на этой планете, реагировать в соответствии с дуальным восприятием мира и порождать следующую карму, которая в итоге вас приведет к абсурду. То есть вы доведете рано или поздно, спустя десятилетия, в конце жизни, вы в итоге создадите себе список событий, которые уже не переварите, не проживете. И вот эти события вас в итоге сведут в могилу, рано или поздно. Только вы будете продолжать собираться, продолжать бороться с этим миром, думая, что вы справитесь. Но в итоге вы осознаете там 70, 80, 90, если вам повезет, осознайте, что все ваши попытки были тщетны, и они ни к чему вас не приводили. Поэтому максимально экологическое, максимальное событие, которое, точнее, максимальное восприятие, которое минимизирует любой негатив, это вот это нейтральное состояние. И одна из самых базовых практик, как это получить. Проверьте, чтобы дышали две ноздри, что я рассказывал чуть раньше в эфире. Включите вторую ноздрю, если она у вас не дышит. Приемы, которые я рассказывал в эфире. И сядьте, просто подышите вниманием. Дышите размеренно и вверх-вниз. Вниманием по позвоночнику. Ходите вдох вверх, выдох вниз. И просто вот спокойно дышите. Это сильно и быстро успокаивает вообще, в принципе. Если вас накрывают какие-то эмоции, это один из приемов, чтобы успокоиться. Как только вы успокоитесь, вы вдруг обнаружите, что у вас другое восприятие реальности. То событие, которое только что, казалось бы, максимально трагично, подыша в полчасика вот так, вы вдруг начнете его видеть в другом свете. Вот это просто пример того, что наше восприятие, оно меняется. Оно играет, и у нас разное восприятие одной и той же ситуации. И как только вы в этом нейтральном состоянии, в нейтральное состояние себя заведете, тогда вы сможете уже принимать решение, что делать дальше. Потому что не будет паразитных мыслей. Все основные ошибки, которые мы создаем в этой жизни, они возникают на эмоциях. То есть возникло событие, у нас быстрая реакция, неправильный выбор, как поступить. Включаются эмоции, ситуация начинает выходить из-под контроля. И что получается, и мы ошибку за ошибкой совершаем, мы говорим какие-то глупости, говорим обидные слова, а потом об этом очень сильно сожалеем, поступаем, принимаем какие-то поспешные, скоропостижные решения. И в итоге, когда наши эмоции уходят, и мы уже успокаиваемся, там на следующий день мы вдруг обнаруживаем, что мы наломали дров. Начинаем об этом сожалеть. И вот так мы играем. И все у нас так и происходит. Поэтому здесь выбор такой. Я понимаю, что здесь в эфире случайных людей нет. Все, кто слышит меня, они в принципе должны это слышать, потому что эта информация, она действительно далеко не для всех ушей. Но тот, кто должен услышать, он ее слышит. И это механизмы, которые очень серьезные, которые приводят к очень глубоким осознаниям, к пониманию этого мира, пространства, зачем это все происходит. А вот эти быстрые решения, эмоциональные решения, есть же даже такое правило. Если у вас накрыла какая-то эмоция, вы хотите на этой эмоции, на гребне этой эмоции, пойти и сделать какое-то решение, вы спрячьте себя на 2-3 часа куда-нибудь подальше. Не нужно даже до утра ждать, на 2-3 часа. И вы заметите вдруг, что когда вы вышли, и даже если ваше решение осталось таким, какое есть, вы вдруг обнаружите, что как-то и смысл потерялся. И реакция вообще какая-то глупая и бессмысленная. И это тоже связано с нашим встроенным механизмом переключения вот этих восприятия мира. Поэтому самую большую карму мы делаем сразу, как только мы получаем какую-то негативную реакцию, и мы сразу на нее реагируем. А если мы себя заставим усилием успокоиться, выровняться, войти в это состояние недвойственности, мы вдруг понимаем, что многие вещи, они настолько глупы, настолько бессмысленны, и уже даже не хочется ничего делать. Либо делается, ну уже минимальное, минимальное, что требуется для этой ситуации. Вот, а прокаченные йоги, продвинутые реализованные мастера, они через свои практики, через свои медитации, через вот этот образ жизни, они в итоге приходят к тому, что у них этот режим постоянный. Условно, две ноздри дышат постоянно. Практикуют он, не практикуют. Он уже мир воспринимает целостно, и поэтому говорят, что реализованные мастера ни карму не творят. У них работает только сушумно. Они уже не переключаются на два этих канала и допингала. Они этот мир воспринимают целостно, реагируют целостно, поэтому им сильно проще принимать любые ситуации в мире. Они не парятся, их это никак не морозит, не горячит, потому что они максимально нейтральны, и как раз в этом состоянии. И приходит понимание, зачем эти глобальные процессы происходят. Когда мы либо в левом канале, либо в правом канале воспринимаем этот мир, мы даже понять не можем тенденции этого мира. Нам кажется, что есть плохие, есть хорошие, но это всего лишь дуальное восприятие. Как только в нейтральное состояние сдвигаюсь, понимаешь, что плохих, хороших нет. Есть просто глобальная игра, есть дисбаланс, который возникает на определенных территориях, в определенных странах, и этот дисбаланс стремится к равновесию. И продвинутый йог видит вот эти механизмы выравнивания пространства, а не какую-то трагедию, где кто-то хороший, кто-то плохой. В этом и разница. Это не такое, это не бессердечность, это не бездушие такое, что мне все равно. Это глубокое понимание, и оно гораздо более правильное, чем попытка топить за одну из сторон. Вот об этом речь. Вкратце, ну так, не вкратце, но почти 50 минут я эту тему разворачивал. Может быть, у вас есть вопросы по этой теме или другие вопросы. Я сейчас пролистаю, что вы мне здесь писали. Я, в принципе, готов перейти в режим вопрос-ответ. Давайте посмотрим. Ну вот спрашивают, как справляться со страхами и негативными мыслями? Что делать, чтобы обрести спокойствие? Как раз я об этом рассказывал. То есть нужны практики центрирования. Страхи и негативные мысли – это всего лишь наш сдвиг, либо в будущее, либо в прошлое. Поэтому я уже дал технику. Вот одна из техник базовых. Если вообще интересно разобраться в себе, опять же, еще раз повторю, в профиле моего ТикТок-канала есть ссылка на Телеграм-канал. Кликайте туда, подаете заявку. Я после трансляции все заявки приму. Там я постоянно отвечаю на вопросы. Плюс сейчас идет разработка таких курсов, которые объединят все знания за 18 лет, которые я посвятил саморазвитию, духовным практикам в различных традициях. Вот это все я там структурирую, объединяю. И там как раз вот эти все практические аспекты я пытаюсь вынести, чтобы объяснить, как вообще работать с этими механизмами, чтобы человек понимал. Все не так сложно, как может показаться, но идея, задача как раз, чтобы дать людям работающие инструменты, которыми он будет очень быстро оперировать и приводить себя в тонус. Поэтому еще раз повторюсь, чтобы справиться со страхом или негативными мыслями, нужно войти в это нейтральное состояние. То есть проверяйте, как у вас работают ноздри и поверьте, как только вы в негативном состоянии, у вас скорее всего будет дышать, не скорее всего, а 100% будет дышать одна из ноздрей, значит вы в дисбалансе. Поэтому ваше уже неправильное восприятие. Значит вам нужно привести себя в тонус, включить две ноздри. Вы как раз можете проверить на себе, это очень быстро и эффективно. Появляется беспокойство, идете, расслабляетесь, включаете две ноздри, начинаете дышать по центральному каналу вдоль позвоночника и минут через 20-30 обнаруживаете, что вы максимально спокойны. Спрашивают. Уже почти полгода я в осознанных снах, либо выпадаю в астрал, но в последний месяц сны запоминаю. Только частично. Один фрагмент, как картинку, остальное пустота. С чем может быть связано? Ну, с разным может быть связано, но поймите, тема осознанных снов, я в принципе ее тоже периодически раскрываю. Я сам не практикую осы, хотя знаю механизмы, и в какой-то момент даже немножко баловался с этим, но я понимаю целостный механизм. Вот это астрала осознанно, витальный план, где у нас сны снятся, астральный план, как нас выбрасывает, и иногда вот это выключение, оно может быть по разным причинам, но чаще всего это связано с тем, что ваше внутреннее понимание вот этих вот процессов, тонкоплановых вот этих пространств, оно уже выросло. Если вы поначалу ходили в осы за какими-то впечатлениями, в астрал за какими-то впечатлениями, то накапливается какой-то опыт, и теряется целесообразность вас там присутствовать. Отсутствие снов и так далее, это не минус. Есть четыре состояния сознания. Наша реальность в сознании, это тоже считается сном. Есть сны со сновидениями, есть сны без сновидений, и есть состояние турии. Турия — это состояние в самадхе. Так вот, сны без сновидений, они считаются более высокочастотными, вы попадаете в более высокие слои. А это уже выше астрала, это ментальное пространство, и там нет просто визуала и вот этих звуков, вкусов и так далее. Там уже мы не оперируем органами чувств. И получается, что если снов нет, это значит вас смещает более глубоко, и, видимо, пришло время постичь более глубокие слои сознания. В итоге многие, кто даже баловался вот так с осами, с осознанными снами, с астралом, они теряют смысл в этом, потому что понимаешь, что игра как бы немножко бессмысленная и погружается в более глубокие серьезные практики, потому что это промежуточный этап. Галина пишет, «Сны запоминаю всегда, и цветные сны снятся». Ну да, но это, еще раз повторюсь, сны — это промежуточный этап. Большого функционала они несут, прямо чтобы какое-то дать вам откровение, потому что это такая же иллюзия, как и наша жизнь. Да, там что-то можно, как что-то получить, попробовать как-то опытно работать, но в глобальном плане зацикливаться прямо не стоит. Единственное, что опыт как раз выхода в осознанные сны, выхода в астрал, он может пользу сыграть в момент нашей смерти, когда мы можем осознаться в этот момент, потому что ощущения будут точно такие же. То есть, когда мы, приходит последняя минута, наступает последний выдох, наше сознание отделяется. Если у вас была практика, вот это выхода из тела, осознанных снов, выхода в астрал и так далее, вы вдруг обнаружите, что вы точно такие же ощущения ловите. Что вы не исчезли куда-то, вас не стало, вы просто видите свое тело в стороне, и вы это все осознаете. Вот этот опыт может дать вам какой-то плюс. Аналогично идет поток информации, когда спишь. Расскажите, как ее раскрывать. Но еще раз повторюсь, умом смысла раскрывать информацию нет, потому что ум, опять же, он относительно низкочастотный механизм, который просто разложит эту информацию по дуальным полочкам, не более того. Информация никуда не исчезнет, и самая ценная информация, это та информация, которая происходит в этом нейтральном, недвойственном восприятии сознания. Поэтому, знаете, вот как в жизни, когда мы видим какой-то, знаете, не знаю, фрукт, который вы никогда не видели. И вот вы получаете первое впечатление от фрукта, от цвета, от вкуса этого фрукта, и принимаете решение, вам понравился этот фрукт, или не понравился этот фрукт. И вот это дуальное восприятие. Если вы в недвойственном восприятии наблюдаете за фруктом, как за объектом, вам приходит сразу глобальное понимание роли этого фрукта, пользы этого фрукта, Для чего он создан вообще? И вот это вот глобально, вдруг единомоментно эта информация в вас погружается, и вы даже не сомневаетесь в этом. Это и есть вот чистая истинная информация. В том плане, что нужно своей практикой довести до такого уровня, когда эта информация так и будет восприниматься. И вы в медитации, если вы говорите, идет поток информации во сне, чтобы его правильно переварить, вам нужно научиться быть в медитации, в этом нейтральном состоянии. И как только вы включите вот это состояние медитативное правильное, все, что у вас там накопилось, эта информация, она осознается правильно и по-настоящему, как и должна быть. А если вы будете сидеть и просто думать, принимать там, а зачем она мне, а для чего, а куда ее применить и так далее, это всего лишь работа ума, и по факту вы никакой пользы с этого не получите. Спрашивают, носом важно дышать? Да, да, важно. Там вообще физиология включается, очень много с носом связано, в йоге это объясняется, и ртом там даже другое охлаждение нашего мозга происходит. Если уже взять такую современную медицинскую физиологию стандартную, там целый механизм, и вообще ртом дышать неправильно в принципе. Но если есть проблемы с носом, то нужно, ну разная конечно бывает проблема, бывают и врожденные там перегородки неправильно, или какие-то травмы носа и так далее, которые мешают дышать. Либо просто постоянно забит нос, но в большинстве нужно просто начать те же дыхательные практики, те же пранаямы из йоги, чтобы разработать дыхательные пути, и носу будет легче. Но нужно стремиться к тому, чтобы дышать носом. Елена спрашивает, а могут постоянно дышать две или нет ноздри? Да, я говорил об этом, что мастера дышат, и в принципе у меня две ноздри дышат уже наверное 4 или 5 лет. Вот я абсолютно ровно две ноздри дышат, и это для меня естественно норма круглосуточная. Мне труднее выключить одну ноздрю, и как я говорил в начале эфира, правая ноздря у нас нагревает, тело левое охлаждает. Я иногда еще использую такой лайфхак, когда жарко, я зажимаю правую ноздрю, чтобы она перестала нагревать тело, и левое... А левое в это время, есть закономерность такая, что когда в жаркой стране, вот в частности я был в Индии, там очень жарко. Когда реально тело перегревается, замечаешь, что левое ноздря начинает притупляться, то есть дышит больше правая, и она мало того, что жарко, она еще и разогревает тебя. Начинаешь затыкать правую ноздрю, через некоторое время левое включается, и реально даже жира воспринимается по-другому. Можете поэкспериментировать. Если вы замерзаете, прикройте левую ноздрю, заставьте правую ноздрю подышать, и вы вдруг обнаружите, что у вас тело нагрелось. Вот это те вещи, которые вы можете проверить, это абсолютно не абстрактные вещи, вы заметите. А если меняется температурный режим, это значит, что полюсность ваша включается, и дальше подтверждается все, о чем я в этом эфире говорю. Пишет Лена. Случилась беда, помогите мне, пожалуйста. Проснился страшный сон, бесы, и у меня почернел крестик. Ну, крестик может почернить, если он медный был. Но в целом, если вы хотите справиться с любой ситуацией, я это тоже много рассказывал в своих видео. Появляются бесы, это значит, есть какая-то привязка к нижнему астралу, есть какие-то контакты. То есть вы в прошлых жизнях, несмотря на то, что вы можете в этой жизни быть верующей или глубоко верующей, и крестик постоянно носить, это вообще ничего не меняет, что вы могли в прошлых жизнях заниматься каким-то колдовством или магией. Любое колдовство связано с подключением к различным сущностям. И вот эти остатки, они могут переходить из жизни в жизнь, и я об этом тоже в видео рассказываю часто. И получается, что когда возникают вот эти галлюцинации, появление каких-то бесов и всего, что связано с нижним астралом, а нижний астрал это как раз и называют, где все эти сущности живут, значит у вас есть эта привязка. Как из этого выйти, если чувствуете, что ваша христианская религия с этим не справляется, ну вы смотрите, как ваше восприятие, опять же я никак не навязываю, ну сходите в церковь, попросите батюшку, чтобы помолился за вас, крестик поменяйте, попробуйте какие-то механизмы. Но я не отношусь к христианскому эгрегору, не потому что я и к сатанинскому не отношусь, у меня нейтральное восприятие этой реальности. То же самое развитие, та же духовность, она очень сильно и быстро отсекает вот этих всех бесов. Если вы займетесь дыхательными, медитативными практиками, если будете читать молитвы или мантры каждый день, то в принципе вы в какой-то момент сместитесь по чистоте и поймите, что бесы и вся эта нечисть, она работает только на определенном диапазоне чистоты. Если вы находитесь в этом низком диапазоне чистоты, вы будете видеть вот этих всех чертиков. Если вы занимаетесь собой, развиваетесь, вы поднимаетесь, ваша частота увеличивается и в какой-то момент вы просто для них становитесь невидимыми. Знаете, как инфракрасные ультрафиолетовые спектры. То есть мы же их не видим, мы видим только красный, фиолетовый, как два крайних цвета спектра восприятия. И здесь точно так же. Частота поднимается и вы в какой-то момент становитесь просто несъедобными и такие глюки, они просто исчезают. Светлана спрашивает, философия и саморазвитие связаны? Да, оно одно из второго вытекает. Занимаясь саморазвитием, начинаешь постигать высшую философию. Знаете, вспоминая студенческие годы в институте, когда давали философию, и мы там за какую-то подачку покупали эти зачеты по философии, тогда казалось, извините, хрень полная. Как это вообще можно читать, как это можно воспринимать? А сейчас, спустя годы, когда начинаешь разбираться и приходит понимание вот этой философии, смотришь на этих знаменитых философов и понимаешь, что они очень глубоко понимали этот мир. Поэтому эта философия в обычном состоянии, она не воспринимается. Она реально хрень полная, когда мы в обычном режиме. Но если мы в режиме правильного восприятия, понимая, что эти люди познали жизнь, эти знаменитые философы, их высказывания, их понимание мира, это действительно, это мудрецы, это мастера. И вот разница восприятия. Если вы стремитесь к этому, эта философия становится инструкцией для вас, вы ее понимаете. И там занудного ничего нет. Ее просто начинаешь постигать, и это все очень интересно становится. А если просто относиться, ну, жить обычной жизнью в обычном режиме, кажется, что это вообще, в принципе, как они могли это писать, и что они там курнули, чтобы это писать. И вообще это никак не понимается. Вот и разница восприятия этого мира. Алла пишет. Согласна, как на экзамене. Перед экзаменом страшно от неизвестности. Как получил билет, успокаиваешься. Да, да, это классический пример. Страх никогда не связан уже с возникшим событием. Возвращаясь к страху, мы как раз больше всего себя изнуряем страхом. События не произошли, но ожидания нас доводят до ручки. Точно так же, знаете, техники безопасности в астрале. То есть, получается, первое, что рекомендуют, когда вы, по какой-то причине вы оказались в тонком плане, ваше сознание сместилось, вы вышли из тела, первое, что рекомендуют, не бояться. Потому что там, в принципе, никто ничего вам причинить не может, но они вас могут напугать. И они этим пользуются. То есть, получается, они вас пугают, и вы сливаете энергию. Это очень хороший пример, как работает вообще принцип страха. И получается, задачи, опять же, если кто верит в глобальное правительство, СМИ, обычное правительство, они удерживают в страхе. Даже посмотрите новостные каналы, ну, сколько там позитивных новостей, сколько там негативных. А это для того, чтобы человек сливался, он в страхе, в этом ожидании сливается, он неполноценен, у него не хватает внутреннего ресурса противостоять. Он начинает заболевать, он становится клиентом современной медицины, и таким проще управлять, когда он слаб. Когда человек наполнен энергией, он, в принципе, неуправляемый, он осознается, он видит больше истины. Человек с низким количеством энергии, у него точка сборки падает вниз, и он, скажем так, переходит в режим буквального восприятия. Ему сказали, вот этот враг, а вот этот хороший. И он говорит, о, да, я беру этот флаг и буду всем рассказывать. Этот враг, а этот хороший. Вот как это работает. А если человек наполнен энергией, он оценивает ситуацию гораздо больше. Он видит, что и у этого рельса в пушку, и у этого рельса в пушку, и понимает, что там идет какая-то странная игра. И вот такое восприятие. Вот, казалось бы, разница. Поэтому для управления массами и толпами, для правительства важно, чтобы народ был слегка прибит. Поэтому у нас разрешен алкоголь массово, спивание людей, чтобы они были слабы и не осознавались. Вот все элементарно. Для чего это нужно? Пишет. Я в детстве, когда нервничал, то все было окей. А если нет, то тогда плохо было. Ну, как вам сказать? Это скорее больше случайность было. А вы в этом попытались увидеть закономерность. Механизм вообще отношения к вещам, это не мной придумано. Это все прописано уже 3-4 тысячи лет назад в древних трактатах, егических талмудах, тибетских талмудах и других традициях, как вообще наш ум работает, как работает эта реальность. И я даже не призываю там где-то читать, искать доказательства. И когда работаешь над собой, и приходит внутреннее осознание, эта информация, как этот мир устроен, она проявляется внутри. И ты понимаешь, что об этом уже где-то рассказывалось. Это проверка. То есть я прохожу, проверяю все, что я в жизни, с чем сталкивался. И я всегда протаскал это через себя. И я просто получил подтверждение. И механизмы, они только так и работают. Поэтому, если вы нервничаете, вы в любом случае сливаете энергию. И когда событие возникает, вы уже нормально не можете противостоять, потому что вы слились. Вы в негативе, теряете энергию, и вы правильно никак уже не можете отреагировать. По-другому оно не работает. Пишет, что очень откликается. Да, да. Просто здесь нет случайных людей. Я отдаю информацию. Собираются те, кто действительно готовы ее услышать, которые точно такие же ощущения ловят. Может быть, нет такой структурированности внутри, но чувство, оно единое. Ничего не придумано. Это истинные законы мироздания, которые в обычной жизни просто завуалированы, они скрыты, они труднопонимаемы. Но если сделать усилие над собой, немножко подняться над своим эгоцентризмом и начать работать с собой, уже вся эта информация, она абсолютно лежит на поверхности. Здесь ничего сверхсекретного, просто нужно быть внимательным и наблюдать. А для того, чтобы быть внимательным и наблюдать, как я сказал в начале трансляции, нужно стремиться к состоянию недвойственности. И тогда все это действительно становится понятно. И спрашивают, когда следующий эфир. Ну, я еще этот не закончил. В принципе, если вопросов будет много, я даже могу сегодня выйти за рамки двух часов. Все зависит от вашей активности. Чем больше вопросов зададите, тем больше отвечу. И я вас благодарю за то, что слушаете, и это откликается. Я понимаю, что это все делается не зря. И если эта информация немножко вам поможет, проясниться, я буду только рад. Спрашивают, что более весомее для кармы? Думать о действии, не делая его, или делать его? Эту тему я тоже раскрывал в каких-то видео, но повторюсь, карма совершает не действие. Карма совершает наши отношения. К той или иной позиции. То есть карма создается нашим отношениям. Мы можем вообще ничего не делать. И хороший пример тихих тиранов, как я их называю. Когда люди ничего не делают, они вроде спокойные, достаточно удобные для общества и никак не реагируют. Но внутри они ненавидят этот мир. И вот эта ненависть внутри, она порождает карму и приводит в итоге к очень серьезным болезням. Поэтому действие, оно вторично. Но ваши отношения. И поэтому есть примеры святых, типа Александра Невского, который изрубил в капусту сотни людей, а стал святым. Почему? Потому что его восприятие было чистое. То есть действие, казалось бы, осуждаемо. Он уже убивал людей. Но в чистом виде. И поверьте, здесь кто-то может сказать, так что я могу там ни о чем не думать и пойти там творить жесть. Вы не сможете это сделать, потому что нужно абсолютно чистое восприятие. В состоянии недвойственности включается понимание системных механизмов. Вы даже почувствуете, что там нет собственного желания. Там есть желание глобальное. И если у вас возникло желание что-то делать, это более системное желание. И вы уже не карму творите, а вы системные процессы поддерживаете. Вы становитесь частью этого мира. Вы строите этот мир, а не являетесь потребителем этого мира. Поэтому первично только ваше восприятие. А вторично уже не важно, что вы сделали. Достаточно просто подумать, и уже карма порождается. Алла спрашивает, почему чаще гнев направлен на близких? Как себя сдерживать? Ну, это связано с тем, что ваши близкие – это самые кармические друзья. То есть, когда вы собрались родиться в этой жизни и сидели условно на облачке, вы прикидывали, какие вы задачи в этой жизни будете решать. И у вас остались должки из прошлых жизней, взаимодействия. Кому-то вы там деньги не вернули серьезно, кто-то в какой-то жизни вас убил, или вы его убили, или еще что-то. То есть, ну, разные ситуации. Или вы кого-то предали, кого-то бросили там, там, где запечаталось много энергии. На тонком плане это не воспринимается как человеческая природа. Там нет осуждения. Там просто есть факт вот этого дисбаланса. И вот люди, в которых запечаталась больше всего энергия с вашими прошлыми отношениями, они, как правило, становятся близкими родственниками. То есть, наши близкие родственники – это самые кармические люди, которые где-то мы серьезно задолжали, либо они нам задолжали. Поэтому они рождаются в семьях. В одних семьях женятся, рожают детей. Дети точно так же чего-то должны, и мы им что-то должны. И получается, что они уже несут груз кармы и ответственности какой-то определенной. Естественно, бомбит, потому что там нужно такие авгиевы конюшны разгрести, разобрать, кто кому чего там должен, где что куда повисло. Ну, ум же наш воспринимает, всегда нас пытается оправдывать. Нам кажется, что все виноваты только не мы. Ну, вот мы с этим боремся. Так вот, как себя сдерживать? Ну, никогда сразу не реагируйте. Если вас кто-то взбесил, ребенок там или муж, вы уйдите в комнату, на балкон, на улицу выйдите, если маленькая квартира, и минимум полтора-два часа ничего не делаете. То есть, никак не реагируйте. И вот если через полтора-два часа у вас осталось желание как-то отреагировать, вы тогда идите и реагируйте. Ну, поверьте, это будет совсем другая эмоция. Но чаще всего у родственников как происходит? Возникло раздражение, и мы сразу этот гнев сливаем на них. Потому что это... А задолженность кармическая в итоге приведет к чему? Что вы в следующей жизни все равно родитесь. Только если, например, вы сейчас гнев проявили на ребенке, отыгрались на нем еще, его травмировали прилично, то вы вполне возможно в следующей жизни будете ребенком этого ребенка. То есть, он будет взрослый, а вы будете маленьким. Он отыграется на вас. И вот так вот мы карму гоняем друг на друга, пока в какой-то момент человек не осознается и скажет, так, все, мне это надоело. И начинает это все стряхивать. Поэтому поверьте, вы в долгосрочной перспективе ничего не получите от того, что вы сейчас проявили гнев. Никаких плюшек это вам не даст. Это не защитит ваши позиции, ничего. А косяки вы серьезно наработаете, поэтому нет смысла проявлять гнев. Поймите, что это всего лишь вот эта кармическая игра. А в итоге вы вообще осознаете, что все едино, все целостно. Поэтому единственное, что вы можете сделать, это научиться не проявлять гнев сейчас. Как минимум дать разгрузиться этой эмоции, потому что в эмоциях главные ошибки мы и совершаем. Катерина спрашивает. Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с таким понятием, как темная ночь души? Ну, конечно, сталкивался. Это очень большая тема. И тему я разворачивал. Если вы хотите более подробно, в шапке профиля ТикТок-канала есть ссылка на мой YouTube-канал. И там есть сатсанки. Вот, в принципе, раньше я стримы проводил на YouTube. Сейчас я стримы провожу на ТикТоке. Но там, если вы откроете закладку трансляции, то увидите, по-моему, сатсанг 10. Десятый сатсанг, где я рассказываю про темную ночь души. И там я прилично так, подчас там тоже рассказываю. Поэтому зайдите просто в мой канал, подпишитесь. Всегда много стараюсь интересной информации выложить. И найдите десятый сатсанг и послушайте его. Я думаю, вы там слышите то, что вам нужно. Но сейчас раскрывать тему не хочется. Она очень большая. Спрашивают. В медитации показываются часто какие-то карточки со знаками на неизвестном языке. Ну да, в медитации может много проявиться. Поймите, там в медитации активируется подсознание. В подсознании активируются наши какие-то отпечатки, какая-то информация из прошлых жизней, какие-то наши наработки и структуры. Поэтому это все может проявляться. Там очень много всяких интересных и неинтересных глюков может быть. Ну, я рекомендую особо не обращать внимания, потому что нужно идти дальше. Можно на все это залипнуть, вытянуть какую-то древнюю традицию, в которой вы были в прошлых жизнях, попытаться эти знания поднять и так далее. Ну, все эти знаки, все, что визуально возникает, вот просто запомните, все, что визуально возникает, это максимально астральный уровень. Все, не выше. Выше астрального уровня визуал не возникает. А над астралом еще есть ментальный уровень, каузальный уровень, который называют причинно-следственным либо событийным планом, где у нас возникают все события. Потом буддхический подсознательный уровень и так далее. Вот прикиньте, минимум три уровня, которые нужно пройти. И астрал – это далеко не самый высокий уровень для развития. В нем, конечно, интересно, там куча всяких событий, все это можно увидеть, услышать, почувствовать, даже попробовать и так далее. И многие заигрываются в этом астралию. Ну, вам это ничего не дает. Вы просто застрянете и потеряете там кусок жизни, оставаясь в этом астралии. Поэтому все, что визуально возникает, оно, ну, как бы в общей массе особо вам не дает. Поэтому, ну, окей, возникло, поронаблюдали и пошли дальше. Елена пишет, от вас такое спокойствие идет, потому что две ноздри дышат. Поэтому я спокоен. Ну, плюс, в любом случае, когда транслируется такая информация, включается режим вот этого расширенного состояния сознания, и идет определенный поток. И ты здесь хочешь, не хочешь, просто вваливаешься в это состояние. Оно, да, такое есть. Кто не подписан, подписывайтесь, заходите в TikTok канал. Я там постоянно отвечаю на вопросы, которые далеко не все есть в TikTok. Далеко не все я отвечаю в стримах, потому что я заметил закономерность. Я раньше накапливал эти вопросы, которые мне задавали в Telegram канале, и пытался их ответить в стримах. А в стримах появляется активная аудитория, и начинает задавать свои вопросы. В итоге я понял, что смысла накапливать вопросы нет, поэтому те вопросы, которые в Telegram канале возникают, я отвечаю в Telegram канале. Те вопросы, которые возникают здесь, я отвечаю здесь. Поэтому, если не хотите ничего пропустить интересного, а интересного всегда много, подписывайтесь и будем продолжать общаться. Пишет, заметил, что когда на нейтральном состоянии, то знания сами по себе открываются, и книги не нужны. Да, так оно и есть. Это определенная здесь задача для того, чтобы... Ну, есть определенные конкретные техники, я их прямо здесь озвучивать не буду, но основное понимание, это нужно научиться полностью расслабиться, полностью уйти в состояние, чтобы убрать активность органов чувств, и в частности, чтобы голова практически перестала думать. Если находишь это расслабление, вот это включение в сушумну, центральное состояние, оно начинает, потому что напрямую связано, уже сознание смещается в каузальный план, а в каузальном плане это, по сути, вся информация, там же коллективное бессознательное, и это же называют хроники Акаши, и в итоге, когда человек полностью расслаблен максимально в медитации, вдруг понимает, что на него начинает идти информация, но она на порядок качественнее идет, воспринимается, осознается, и не через одну книгу вы так никогда не осознаетесь, как через этот опыт. Поэтому и говорят, что можно перечитать тысячу книг, но этот еще книг ни на шаг вас не приблизит к просветлению. Именно подразумевая, что это нужно прожить внутри, эти процессы, через ум развиваться духовно никогда не получится. Поэтому нужно начинать медитировать, дышать, наблюдать за собой, и в итоге начнут раскрываться вот эти осознания, и как раз эти осознания приведут к реализации, а не то, что в книгах написано, и то, что там различные мастера говорят. Они могут вас подтолкнуть к каким-то вещам, к каким-то мыслям, но вы все равно должны их сами переварить. Ирландия пишет, от вас информация заходит полностью, потому что случайных людей нет, и как вы моя кармическая проекция, все, кто меня слушает, так я ваша кармическая проекция. Если вы здесь проявились в пространстве, значит, я сейчас по факту разговариваю сам с собой, и сам себя понимаю. И вы слышите сами себя только через меня. Поэтому информация заходит. Алена пишет, осенью со мной случилось осознавание, много информации приходить, но с того момента я начала сильно набирать вес, и с чем может быть связано. Ну, такой эффект проскакивает. И честно скажу, я такой феномен тоже замечал. Это как, ну, знаете, там много моментов включается. Там не то, что конкретно причина в том, что у вас вес набирается, потому что вы там много информации получаете. Но у меня предрасположенность, хотя у меня нет лишнего веса, предрасположенность к набору веса, она есть. И я это регулирую периодическими голоданиями и интервальным постоянным голоданием. То есть у меня между обедом и завтраком нет ужина. И 18 часов перерыв. Каждый день уже больше трех лет. Тем самым я не позволяю. Хотя если где-то в поездках сбивается режим, вес очень быстро набирается. Но это как накопительный эффект. Плюс нужно разбираться, если хотите разобраться, если тяжело голодать, обратитесь к специалистам аюрведы, потому что есть три Доши у нас. Это три режима существования. Там Пита, Капха и Вата. И вот я не помню, какая из них. Как раз вот эта вот отечность, вот это накопление. Это вот в одном из режимов вы находитесь. И нормальный аюрведический специалист подскажет, как это сбалансировать, как из этого выйти. Ну и третий момент. Поймите, даже если посмотреть не физиологию, а принципы вообще сосуда, к вам приходит информация, и вы ее держите в себе. Значит, начните отдавать, чтобы стало выходить. То есть вес – это же не только еда, не только физиология. Это информация. Знаете, как пример, очень аналогии. Мы точно так же питаемся мыслями, как и едой. И, например, когда голодаешь, особенно там, ну, минимум дня три, уже к концу второго дня, обычно третий день, мысли исчезают практически. Потому что мысли тоже перевариваются. С едой, чем меньше еды в организме, тем меньше мысли. И получается, чем больше голодаешь, тем ум успокаивается. Поэтому здесь такой же принцип. Если у вас идет какое-то накопление, вам нужно это куда-то убрать. Ну, идеально. В принципе, все рекомендуют, как минимум, интервальное голодание и периодическое голодание, которое в любом случае чистит организм. Виктория спрашивает. Все предназначено или мы творцы своей реальности? Тоже такой вопрос глобальный. И так, и так. Одновременно. То есть, глобально все предрешено. Для ума понятие, что все предрешено, оно ведет к апатии. Теряется, как бы, смысл дальнейшего действия и существования. Но эта информация не для ума. Для ума информация, что мы творцы своей реальности. И суть в этом заключается... В чем заключается? В том, что мы можем сделать ряд определенных действий. Заняться тоже медитацией, дыхательными практиками. И мир начнет меняться. Существенно меняться. И события вокруг начнут меняться. И люди начнут меняться. И ваше здоровье начнет меняться. И получается, что мы творцы своей реальности. Мы можем впасть в уныние, свалиться. Точка сборки свалится вниз. И мы будем отгребать от всех, кому не попадет, просто провоцировать эту реальность, чтобы по нам катком ездили каждый день. А можем быть в энергетическом тонусе, и у нас будут происходить какие-то неприятности, но они будут настолько мелкие, что нас не будут глобально выбивать. И вот, казалось бы, мы же управляем своей реальностью. Но когда мы духовно поднимаемся выше над всем этим, мы осознаем, что это была какая-то глупенькая игра, и смысла в этом нет. И тогда приходит понимание, что все предрешено. И вот здесь получается такая информация, которую действительно мы слышим, что есть адвайтиисты, которые говорят, что все предрешено, и смысла дергаться нет. Так вот, если вы умом эту информацию воспринимаете, вы просто словите кучу проблем, вы свалитесь в апатию, в уныние, сольетесь, и у вас хрень полная в жизни начнется, но это никак вас не приведет к просветлению. Вы просто, у вас развалится ваш социум, вы начнете болеть, потеряете работу, и будете в этих какашках плавать бесконечно, в этом самобичевании, в поиске причин, почему у вас все так плохо в этой жизни, и понеслось. Элементарно. А если вы будете энергетически себя подпитывать, то вы вдруг обнаружите, что и вкус, и цвет у жизни совсем другой. И вот это ваш механизм творца, управление этой жизнью. А когда придет время осознать весь смысл этого пространства, этой жизни, и выхода из него, то у вас даже такой вопрос не возникнет, вас не будет бомбить понятие «все предрешено». Поэтому для целостности ума, для того, чтобы вы не впали в какие-то ложные заблуждения, считайте, что мы творцы своей реальности. И творите. Творите, берите под контроль все, что вокруг вас происходит. А потом придет другое осознание, и оно будет по-другому осознаваться. Сова спрашивает, голодание помогает поднять точку сборки? Да, однозначно. Хотя бы потому, что многие посчитают, что якобы мы при голодании теряем энергию, но если вы в курсе, основной растратчик энергии у нас это наш ум. То есть чем больше мы думаем, тем тратим энергию. Поэтому умственная работа, она, как правило, более энергозатратна, чем физическая. Физическая, она ограничена нашими мышцами. То есть мы можем пойти, побросать там мешки с песком, там ящики, потаскать какую-то тяжесть. Молочная кислота просто блокирует наши мышцы, и мы дальше больше не можем. Им вроде как бы устали. А ум, он может вытянуть все ресурсы. И умственная работа, она реально энергозатратна. Так вот, при голодании выключается ум, он начинает медленно думать, потом вообще перестает думать, и у нас энергия начинает накапливаться. Начинает перевариваться наши залежи, вот эти отложения, все остальное. Из них выделяется энергия. Очень в голодании чувствуется, когда, казалось бы, уже несколько дней не ел. Но периодически начинает появляться жар в организме. Это как раз распаковка наших каких-то блоков, каких-то отложений. Все остальное, это все переваривается и превращается в энергию. Эта энергия накапливается, и если человек осознанный, он, ну это видно очень сразу, он в голодании сразу такое восприятие глубокое, естественное, в состоянии здесь и сейчас, естественно, в точке сборки она поднимается. Наталья спрашивает, как понять свое предназначение и главный смысл воплощения? Ну вот, тоже такая игра по кругу. Очень много разных направлений, там психология, как определить свое предназначение и так далее. И все равно люди толком ничего не могут найти. Ну поймите, вы должны просто быть честны сами с собой. Вы должны просто взять, можете на листке выписать, можете в голове представить, просто признать, что вам больше всего в этой жизни нравится. И начинать рыть в ту сторону. У нас проблема вот этих ложных навязываний с детства, что если, например, вы какая-то творческая личность, либо вы занимаетесь тем, что сейчас не модно, не актуально, и на этом не заработаешь денег, то вы этим не занимаетесь. Если вы пойдете, закончите университет, который вам вообще никогда не нравилась ваша специальность, вы будете на работе, которую вы ненавидите, и вам будет казаться, что вы в этом мире не нашли себя. И отсутствие энергии не позволит вам осознаться, кто вы действительно на самом деле и чем вы занимаетесь. Так вот, в первую очередь, чтобы понять свое предназначение, нужно как минимум выровнять свой энергобаланс. Выравняйте энергобаланс, это значит, занимаетесь той же йогой, практиками, дыхательными практиками. Как только вы себя запитали и нормально, хорошо себя чувствуете, у вас уже вероятность услышать свое предназначение возникнет гораздо быстрее и больше, потому что вы готовы это услышать. А если вы в обычном режиме выживания, то вы никогда не рассмотрите свое предназначение, потому что у вас просто не хватает энергии воспринять, у вас точка сборки внизу находится. Поэтому вам кажется, что мир это просто колесо и вы белка в этом колесе и просто по этому колесу бежите. Так вот, это первый момент. Вы должны войти в ресурс. В энергетический, правильно сбалансированный ресурс, чтобы вы могли найти и услышать эти ответы. Потому что, когда вы уставшие, слитые, даже если ваше предназначение будет прямо перед вами, вы его не распознаете. Потому что, ну вот как раз я объяснял, точка сборки падает вниз и вы уже не видите многих вещей. Когда вы в ресурсе, вы честно сможете себе ответить, а что действительно вам в этой жизни нравится. Начинайте концентрироваться на этом. Если вам это никак не помогает жить, имею ввиду получать какой-то доход и как-то обеспечивать себя, и вы не можете целый день этому посвятить, вы в любом случае должны найти хоть чуть-чуть времени, чтобы этому посвящать. Чем больше вы будете этому посвящать и запитывать это, тем больше будет возникать событий и людей вокруг именно вашего интереса. И у вас появятся возможности. Потому что в предназначении, в нашей главной цели заложена максимальная энергия. Просто мы уходим ложными путями. Нам объясняют, что это выгоднее, это перспективнее, это правильнее. И мы хороним нашу мечту и не обращаем внимания. Так вот, когда вы ее обнаружите и начнете потихоньку разворачивать, у вас начнет появляться энергия, а если появляется энергия, значит начнут появляться возможности. И это пространство развернется. Не нужно никогда делать радикальных шагов. Вот мне нравится рисовать, а я стою там на рынке торгую или на заводе работаю. Сейчас художники по большей части никому не нужны, ну так вот, глобально. Сейчас искусственные интеллекты рисуют нейросети, рисуют такие картинки, что вот даже у меня на фоне трансляции картинка, которую я сгенерил за одну минуту в нейросети и подставил. Ее никто не рисовал, эту картинку. Понадобилась одна минута. То есть художники вроде не актуальны. Но поймите, просто художник и мастер это разные вещи. Можно рисовать такие картины, не знаю, янтры, живые картины, которые люди будут залипать. И даже в такой конкуренции вдруг обнаружится, что кому-то ваши произведения нужны. И это будет достаточно, чтобы вы себя реализовали. Не нужно бежать в тренд и пытаться там рисовать. Это бессмысленно. А если вы в каком-то трансовом состоянии рисуете картину, передаете просто это как ваш инструмент передачи внутренних состояний, эти картины считаются людьми не просто как картины, а как реально янтры. И они в них видят глубокий смысл. И вот пример, вот как казалось бы, относительно стремная профессия, которая сейчас терпит крах прилично из-за нейросетей и развития IT-индустрии. И тем не менее, всегда будут мастера, которые ни одна нейросеть не обойдет. Так и со всем остальным. Войдите в ресурс и признайтесь действительно себе честно и искренне, а что вы в этой жизни хотите. И там будет вот эта веревочка, клубочку, о котором вы спрашиваете. Александр, дайте совет, с чего начать. Ну, если вы имеете в виду в плане развития, то я как раз, ну, участникам телеграм-канала уже тоже отвечал неоднократно. И там много людей спрашивали меня, подписывайтесь на телеграм-канал, вы реально ничего не пропустите. Там нет спама, там задают участники вопросы, я на них отвечаю. Там достаточно много уже и продвинутых участников, которые тоже имеют большой опыт. И они своим опытом делятся. Там очень такой актуальный, качественный чат, без лишней информации, без воды и так далее. Так вот, я новичкам рекомендую две практики. Вначале, в самом, если вы ничем не занимались. Первая практика, это нужно научиться расслабляться. Это в любом случае, даже если вы дальше куда-то не пойдете, не будете там стремиться к какому-то максимальному духовному развитию, это очень поможет выровнять тот же внутренний баланс, брать беспокойство, наладить сон и так далее. Это называется Нидра-йога. Можете загуглить Нидра-йога. Есть очень много вариантов ее в Ютубе. Можете найти Нидра-йога Сарасвати. Там ее как раз Никашо озвучивал, который Транссерфинг озвучил очень с таким качественным голосом Нидра-йога. Там суть, это вы ложитесь перед сном, включаете ее, она минут 30-40 идет, и там просто идет инструкция, что вам нужно делать, как вниманием ходить по телу. И вы распределяете энергию, тем самым просто излишки энергии распределяете и учитесь расслабляться. Это очень важно, и это первый шаг вообще, это научиться расслабляться. Особенно перед сном вдруг будете обнаруживать, что вы утром просыпаетесь бодренькие, что высыпаетесь и так далее, и мир проще. Вторая практика, самая базовая, которую можно качественно изменить в свою жизнь, чтобы вот именно в энергоресурс войти, это тибетская практика Око Возрождения, которую нужно делать с утра. Тоже в Ютьюбе предостаточно видео, посмотрите, какое вам срезонирует. Практика занимает максимум 10 минут. Ничего там сверхъестественного, 5 упражнений, но очень качественно энергизирует. То есть вы, сделав эту практику, особенно если никогда не делали, вы через недельку вдруг обнаружите, что вы прямо в тонусе, у вас энергии просто вагон, и вам захочется творить. И вот эти вещи, казалось бы, две техники, они могут очень качественно повлиять на вашу жизнь. Начните с этого. А потом уже другой запрос придет. Вот хороший вопрос. Александра спрашивает. Подскажите, пожалуйста, если мир не дуален, тогда нет светлых и темных сил? Да, представляете? Темных и светлых сил нет. Это всего лишь деление нашего ума. Ум делит на темное и светлое. Поэтому в глобальном плане для Творца нет плохого и хорошего. В этом суть дуальности. Вы никогда объективно этот мир восприятие не сможете, потому что всегда будет две стороны. Одна страна будет считать, что они правы, вторая страна будет считать, что вы правы. И все. И это бесконечная игра. Поэтому светлых и темных сил в глобальном плане нет. Пока человек живет, существует в дуальном восприятии этого мира, для него это все существует. То есть он находится в нижних мирах, в нижнем астрале, где действительно идет борьба темных сущностей, светлых сущностей и так далее. И можно найти кучу доказательств, что это существует. Но это говорит только о том, что человек находится на низких частотах, поэтому для него это все существует. Как только человек начинает подниматься, включается в недвойственность, это все исчезает, как иллюзия исчезает. Исчезают сущности, исчезают демоны, исчезает плохое, хорошее и так далее. И все объединяется в единое. В итоге в верхнем аспекте понимаешь, что это всего лишь было внутреннее разделение. Действительно нет ни плохого, ни хорошего, нет светлых, темных сил. Это всего лишь природа нашего ума, которая просто разделила, а по-другому она не может. О чем я, в принципе, первый час трансляции рассказывал. Нина спрашивает, почему после медитации чувствуешь запах горелого, вдруг геозапахи. Ну, есть такой момент, ничего страшного здесь нет. Это называется фантомное ощущение. Возникают действительно фантомные запахи и фантомные вкусы и так далее. Это просто активация тонких каналов, планов и так далее. Не залипайте на это. Ну, чувствуется и чувствуется. Где-то вот что-то прорабатывается, прямо объяснение, отслеживание. Если вы занимаетесь медитацией, то в какой-то момент это исчезнет. Это как очищение, просто внутренних структур, какого-то опыта. Это, может быть, распаковка какого-то блока и там ассоциация, например, ну, что-то горело и вы там запечатали эмоции. Был пожар какой-то. И у вас ассоциативно включается реакция, триггер и воспроизводится запах. И вам кажется, что по-настоящему пахнет, хотя запаха нет. Вот такие моменты. Просто работайте и в спокойствии. Находите в спокойствии и все будет замечательно. Генерал Бус пишет, «Завтра лунное затмение. Входим в коридор затмений. 8.04. Солнечное затмение. Какие рекомендации?» Ну, я даже не в курсе был лунного и солнечного затмения. Но, знаете, многие видят в этом какой-то негатив. И где-то действительно в мире начинают происходить какие-то события, потому что затмения, они влияют в первую очередь на наш ум. Это действительно есть. И в той же ведической джиотиш-астрологии это хорошо показано, потому что там Луна считается нашим умом. И, то есть, это планета, которая максимально влияет на наш ум. И, естественно, а так как Луна участвует во всех затмениях, и в лунном, и в солнечном, просто в разных аспектах, значит, состояние изменения сознания возникает. Однозначно. Поэтому очень часто вы можете отследить такие моменты, что в полнолуние мы становимся оборотнями. То есть, нас колбасит. За пару дней начинается до полнолуния, само полнолуние, и пару дней после у нас максимальный эмоциональный такой подъем. Ему можно каких-то гадостей, глупостей наговорить, наделать. Вот. И поэтому при затмении это еще более качественно проявляется. Поэтому катаклизмы, которые часто пишут о том, что вот они возникают в этих, или какие-то серьезные политические события, они связаны не с тем, что мы обречены или прокляты, а с тем, что в этот момент у людей напряжение внутреннее гораздо больше. Если он, например, сегодня принимает одно решение, то в момент полнолуния он по-другому вообще реагирует и примет более жесткое решение. Поэтому возникают более жесткие события. Все связано только с этим. Поэтому рекомендации вообще... Первая рекомендация посмотреть на затмение с другой стороны. Знаете, у меня дата рождения... Я родился за три дня до солнечного затмения. Ну вот буквально. Да. Через три дня солнечное затмение произошло. И это видно в гороскопе, что я перед солнечным затмением. Но знаете, как это проявилось у меня? Как раз солнечное, лунное затмение, они, если разворачивать нюансы, это, как правило, связано с какими-то древними знаниями, скрытыми знаниями, со всем остальным. И у меня это в жизни вот проявляется. Я сижу сейчас перед вами, и вот эти все древние скрытые знания вам пытаюсь передать в простой форме, перевариваемой для вас, и вам становится все понятно. То есть я не ущербен от того, что родился в солнечное затмение, почти в солнечное затмение. Наоборот, и в этой жизни мне пришлось нести где-то вот этот дар информации, возможность распаковать эту информацию и вам передать. Поэтому, если вы осознанно пытаетесь жить, то в этот период рекомендуется не принимать никаких радикальных решений умом. Категорически лучше переждать какие-то крупные решения, которые у вас есть, которые нужно принять. Максимально перенести, чтобы выйти из этого коридора затмений. Ну и больше медитируйте. Как раз в периоды вот этих затмений идет максимально большой поток вот именно сознаний внутренних. Если вы качественно расслабитесь и качественно войдете в медитацию, то вы получите максимальное количество качественной информации о сознании. Это очень классный период для тех, кто действительно понимает, что из этого взять. Для обычного ума, для обычного человека это какая-то катастрофа постоянно. Но для людей, которые знают, как эти механизмы работают, вы обнаружите, что это следующее затмение будете ждать, если вы правильно сработаете в этом затмении и правильно помедитируете, вы получите очень много качественной информации. спрашивают, откуда мы пришли, куда мы идем. По-разному мы пришли. Из разных миров. Кто-то родился здесь, кто-то из других миров пришел. А куда мы идем? Все мы в итоге идем к абсолюту. Разными путями, через разные реализации, через разное количество жизней. Кто как быстро осознается. Но рано или поздно мы все равно приходим к тому, что у нас появляется истинное желание, когда мы уже наигрались в эту жизнь, в эти жизни более правильно. Понимаем бессмысленность многих вещей и стремимся мы просто вернуться туда, откуда мы сами изначально, с самого начала, то есть с абсолюта. И идем мы обратно домой в абсолют. Только так. И даже если может показаться, что кому-то не хочется растворяться в абсолюте, это все временно, через некоторое время это будет крайне желанно. Поэтому мы стремимся туда, где мы были созданы. Причем не обязательно прямо на этой планете, в этой реальности. Мы могли быть созданы в разных мерностях, разных реальностях. Ну вот сейчас опыт проживаем здесь. А по факту мы уже гораздо древнее. У нас там десятки тысяч жизней в разных мерностях. И вот мы накапливаем этот опыт и потом все равно возвращаемся к тому, с чего и начинали. Иринка спрашивает, а как вы относитесь к шаманизму? Как вам сказать? У меня очень-очень большой опыт шаманизма в прошлой жизни. Я какое-то время ездил в Мексику к шаманам, в Перу к шаманам. В принципе, можно сказать, что отношусь к этому позитивно, потому что в шаманизме есть очень много естественного и родного для меня. И знаете, когда возникало желание, спонтанное желание поехать в Мексику, прямо вот, прямо колбасило. Я не знал культуры Мексики, ничего. И первый раз полетел в Мексику, это было 11 лет назад, даже 12 лет назад. Первый раз полетел в Мексику, причем один я нашел группу, причем не туристическую группу, а вот как раз ретрицентр, люди, которые занимаются саморазвитием, там живут, и с шаманами там разные ритуалы проходят. Я нашел случайно группу, в которой я никого не знал, поговорил с организаторами, они сказали, что есть место, и я купил билет и полетел. И там лететь пришлось долго, я какой-то прямой длинный рейс, то ли с Москвы, прямо к Канкун, там часов 16 получилось лететь, вот просто в одну сторону. Самый длинный рейс за всю жизнь. И у меня была одна мысль, вот я один в самолете, рядом ни друзей, никого, и зачем я туда лечу? Я понимаю, что тяга неимоверная. И когда я прилетел, у нас в программе была встреча с одним из шаманов, достаточно знаменитых, в Мексике, который ясновидящий, и очень многие его в Мексике знают, и даже из правительства к нему часто обращаются, когда хотят уточнить определенное событие. Так вот, мы приехали к нему на прием, если все спрашивали там, что там меня ожидает, там, что там с моими детьми будет, ну, такие, знаете, бытовые, житейские вопросы. У меня был только один вопрос у него, зачем я сюда прилетел? То есть я настолько не понимал, меня как автоматом тащил туда. Зачем я туда прилетел? Он услышал этот вопрос, засмеялся, потому что он привык немножко к другому типу вопросов, и он засмеялся, и потом мне говорит, ты майянец больше, чем я по прошлым жизням. Говорит, ты здесь и проявился в первых воплощениях, и очень долго здесь был. А я сюда пришел, и вот сейчас нахожусь. И он мне объяснял механизмы переходов между цивилизациями, и в итоге оказалось, что в какое-то время меня просто из, где я был шаманом, неоднократно, и я потом прошлой жизни свои просматривал, у меня шаманов там хватает. И потом просто был переброшен в Европу там с другими цивилизациями, чтобы работать. Вот просто как пример, что у меня в моих генах, в моей памяти очень много шаманского, и в принципе меня это всегда нравилось. Но на данный момент для меня это уже как пройденный этап. И очень многие вещи, они всплыли, включились, активировались, очень многие вещи стали понятны, но я сейчас никак на шаманизме не концентрируюсь, потому что это тоже часть пути, но это не конечный путь. Здесь пишет, 100% книги учителя могут только подтолкнуть к пониманию. Да, да, все так и есть. Только остальное, только работа с самим собой. И про отечность здесь комментируют лишний вес, избыток капхи. Да, имеет смысл в аурведу обратиться, найти специалиста, он поможет сбалансировать. То есть, есть дисбаланс внутренний. Инчик спрашивает, у меня ребенок в 5 лет не говорит. Диагноз никак не могут установить. Что делать? Какая причина может быть? Ну, причины разные бывают, но поймите, самое главное вообще в целительстве, хотя я принципиально не занимаюсь целительством, но в ситуациях с детьми, потому что у меня есть ребенок, но она уже достаточно взрослая, 14 лет, но тем не менее я проживал период там и 3-5 лет, когда ей было, и когда она где-то заболевала, прослуживалась и так далее, я пытался обращаться к различным специалистам, нетрадиционным, потому что я уже во всем этом был, разбирался, и опыт какой-то получал. Так вот, я практически везде слышал ответ, что ребенка до 5 лет, до 7 лет, ну, по-разному у каждого, ну, от 5 до 7 лет, у него заболевание возникает только из-за проблем родителей. Не его проблем с родителями, а между родителями. То есть, если у вас ребенок не разговаривает, 99% у вас либо вы в разводе, либо у вас очень плохие отношения с отцом ребенка. И в этом лежит ключ. Поэтому, если вы хотите помочь ребенку, вы должны, как минимум, разрулить ситуацию с отцом ребенка. Не обязательно, если там, допустим, вы не живете вместе, не обязательно сходиться, но вы должны полностью помириться и стать друзьями. Вы должны взаимоуважать друг друга, потому что ребенок, как раз до 7 лет, подключен к вам и к отцу через Сватхистану, чакру Сватхистану, у него каналы к вам подключены. И получается, что любые проблемы в партнерстве, в отношениях, ребенок сразу чувствует, даже если это не видит. Поэтому, если вы там прячетесь, ругаетесь, якобы ребенок не видит, то это глупость. И ребенок чувствует вот этот дисбаланс энергетический, начинает заболевать, у него какие-то проблемы вылазят. Так вот, ребенка напрямую в таком возрасте никогда никто не чинит и не лечит. Хорошие специалисты говорят, вы должны выровнять баланс партнеров. То есть вы каким-то боком, даже хотя бы, если вы не можете найти золотую середину ваших отношений, хотя бы объединитесь ради ребенка. То есть осознайтесь, что ребенок не говорит только потому, что у вас есть проблемы друг с другом. Выровняйте эти проблемы ради ребенка, подружитесь, чтобы отец мог проявить внимание к ребенку и так далее. и вы заметите, что произойдет чудо. Если по каким-то причинам отца нет вообще в принципе, ну всякое же бывает, мы в такие времена живем, вы должны проработать в себе непринятие, непрощение по отношению к отцу, который у вас есть. Вот если вас бомбит, к отцу ребенка имею в виду, если вас бомбит, где-то обиды остались, это все на ребенке отражается. Если вы даже второй раз вышли замуж, у вас другой муж, отец ребенка остается все равно на связи. Поэтому все связано только в вашем взаимодействии и только в этой плоскости ищите. Спрашивают, что правильно, избегать искушения или поддаваться им? В принципе неправильно ни то и ни то. Потому что поддаваясь, вы увлекаетесь и искушение, это в йоге называется самскары. А самскары они бесконечны. Поддаваясь одному искушению, одной самскаре, вы порождаете три новых самскары. Получается, что это как отрубить змею Горынычу одну голову, растаят три головы. Возвращаясь к вопросу, избегать ли искушений? Это тоже плохо, потому что вы создаете протест, запрет, эффект табу и усиливаете ваше желание, ваше вожделение, искушение, усиливаете и рано или поздно он вас все равно победит. И вы опять все равно снова поддадитесь под давлением вот этого внутреннего напряжения и эффекта табу и снова породите три новые самскары. Вопрос, что делать с этим? Чувствовать, что если вы не справляетесь, то в какую-то меру поддайтесь. Лучше это выгрузить, чем держать себя, потому что вы сработаете как взрывной механизм, если будете подавлять. Но нужно параллельно просто заниматься собой, опять же, заниматься саморазвитием, духовными практиками, медитацией, всем остальным. Даже элементарно, поймите, искушение это какой-то накопительный эффект, это избыточный потенциал. Даже если вы будете делать нидра-йогу перед сном и распределять правильную энергию по телу, вы вдруг обнаружите, что большинство искушений куда-то исчезли. Искушение это всего лишь попытка энергии выйти. Поэтому ни то, ни то, неправильно нужно работать параллельно. Пока не можете сопротивляться этому, ну искушайтесь. Но должны понимать, что это вас не приведет ни к чему хорошему в перспективе, вы просто искушаетесь, но параллельно работаете над собой, и искушение со временем начнет понимание этих вещей станет быть более простым, и вы будете понимать, как правильно поступить в той или иной ситуации. Спрашивают, поставите, пожалуйста, дыхательные практики на Ютубе, например. Ну, если вы до этого ничего не практиковали, то пока дыхательные практики максимум, это в таком релаксе, это можете подышать, если вот какое-то беспокойство вы хотите, в какой-то баланс, просто садитесь, делайте вдох и представляете, что вниманием от копчика до макушки выдох от макушки до копчика и просто дышите. Сколько позволяет. То есть вдох, приблизительно такое же время выдох, там 3-4 секунды вдох, 3-4 секунды выдох, просто вот для расслабления. Но, в первую очередь, научитесь расслабляться через ту же нидро йогу, а потом уже будете практиковать дыхательные практики, потому что это уже такой чуть более высокий аспект в той же йоге. Войдите в тонус и, в принципе, подключайтесь к чату, если вы не в чате. Я там тоже это все рассказываю. И, кстати, по дыхательным практикам сейчас готовится курс. Надеюсь, в ближайшие пару недель выйдет. Очень интересный курс, который возник в момент начала пандемии коронавируса. И когда я узнал механизм, вышел отчет одного американского профессора, который рассказал физиологические процессы, что происходит во время заражения ковидом, там, когда я послушал, у меня сложился весь пазл, я понял, что от ковида очень легко уходить через дыхательные практики. И мы четыре года назад комплекс разработали этот, дыхательные практики. Потому что я и жена моя занимаемся йогой, жена инструктор йоги. Ну, я больше как раз такой медитативно-дыхательной концентрацией занимаюсь и всем остальным. Но суть в том, что вот эти дыхательные практики показали свою очень высокую эффективность. И мы решили сейчас это обернуть в курс дыхательных практик, чтобы проработать всю грудную клетку, диафрагму внизу, включить нижнее дыхание. Там все объясняется. Вот мы этот курс уже, наверное, недели три-четыре делаем. Через пару недель он появится. Мы хотим как раз поделиться, потому что четыре года он себя показал максимально эффективно с точки зрения профилактики всех этих ковидов, рви, гриппа, все остальное в тонусе все наши легкие, опять же, профилактика воспаления легких, всего остального. Ну и плюс получается дополнительно профилактика, так как дыхательные практики очень разжижают кровь, опять же, профилактика тромбов и так далее. Кислород в мозг лучше поступает, и там куча всяких моментов. Дыхательные практики реально очень серьезные техники, не одни лекарственные комплексы и процедуры не дают столько, сколько дают дыхательные практики. Поэтому мы такой небольшой курс сейчас доводим до ума, следите за эфирами, это вот следующий курс, который выйдет у нас. и там как раз будут разные приемы дыхательных практик и объясняться йогические практики. Там будет отдельный блок теоретический, в котором я буду рассказывать про все дыхательные практики, которые используются в этом комплексе, чтобы человек понимал, зачем он дышит и почему так именно дышит. Ну и как раз будет такая сконцентрированная информация, если интересно вообще заниматься дыхательными практик. Спрашивают, в медитации появляются разные цвета или смешанные энергии? Эта энергия? Спрашивают. Ну, в медитации может быть смещение во фрактальное пространство, то есть фрактальное пространство, когда наше сознание отделяется от тела, вокруг начинают разворачиваться фракталы, они как раз разноцветные. И это просто как пример, ну, показывает, что вы действительно максимально расслабились, что сознание стало выходить из тела и вы славили этот эффект. Ну, это не энергия, это просто ваше восприятие пространства меняется, потому что вы перестали оперировать органами чувств и стали воспринимать уже пространство чисто сознанием, без ума, без пяти органов чувств, и вот такие эффекты всплывают. Анна спрашивает, вы входили в самадхи? Расскажите о своем опыте. Ну, я об этом тоже рассказываю. Есть три типа самадхи. Савикаль самадхи такое, скажем, начальное, нервикальпо более глубокое самадхи, и сахаджи самадхи, это когда человек уже в принципе из самадхи не выходит, он даже возвращаясь, уже постоянно пребывает в самадхи. Так вот, в Савикальпо самадхи я был несколько раз, в нервикальпо не погружался, то есть, были порывы, позывы туда погрузиться, но на текущий момент не было опыта нервикальпо, я признаю это как есть, абсолютно, то есть, для меня это не показатель какой-то значимый, что я там где-то был, но факт был, именно погружение, и я это, в принципе, в своих предыдущих стримах рассказывал, наверное, очень много вопросов, если интересно, то полистайте на YouTube стримы, я обычно под каждым стримом, под каждым сатсангом там пишу темы, которые озвучиваю, и там найдете, я не помню просто как в каком я делился, и послушайте эту информацию, вы рассказываете, что были на Кайласе, планируете с группой еще раз туда организовывать тур? В принципе, прямо на Кайлас пока планов не было, были планы в западный, так называемый западный Тибет, это не Кайлас, это часть Тибета, которая находится на территории Индии, потому что Тибет, основной Тибет находится на территории Китая, и Кайлас находится на территории Китая, когда Китай там в 70-х захватили территорию Тибета. Но в западном Тибете как раз очень много интересных мест, именно там очень-очень много вот этих реализованных ситха-йогов, там в горах очень много йогов прячутся, которым приписывают такие вещи, как жизнь в течение 700-900 лет. И они до сих пор живут, но они не появляются всем подряд. И очень многие ищущие приходят туда и годами могут по этому западному Тибету ходить, чтобы найти якобы вот этого долгоживущего мастера, который Махаситх, его примет и обучит. И там такая энергетика сама по себе, очень мистическая, интересная. Но это абсолютно нет гарантии, что прямо туда приедешь и ты кого-то встретишь. Но если правильно настроиться и вы должны там быть, то там в принципе такие вещи могут произойти. Поэтому где-то в планах есть посетить западный Тибет. Кайлас, Кайлаш, как я называю, пока нет планов. Может быть в следующем году, ну посмотрим. Посмотрим как тенденция, но в ближайшее время нет. Анна спрашивает, вы говорили, что почувствовали своего Эштадеву через год поклонения ему, поделитесь. Даже не через год. Вот, ну во-первых, если люди, которые здесь не в курсе, кто такой Эштадевата, это наше персональное божество. И в той же ведической традиции, когда мастер дает человеку его личную мантру, эта мантра, как правило, связана с Эштадеватой. То есть получается, Эштадевату можно распознать через натальную карту джиотиш-астрологии. Там это все легко, в принципе, определить, если знаете точную дату и время рождения. Так вот, узнав своего Эштадевата, вы, по сути, узнаете свою высшую задачу в этой жизни. И максимально эффективно, если вы читаете мантру Эштадевати, и тем самым распаковываете в себе этот божественный аспект. Это позволяет очень сильный рывок сделать в духовном плане. Так вот, я почувствовал своего Эштадевата не через год, а через 108 дней аскезы, посвященной Эштадевате. Когда я узнал Эштадевату, я просто пообещал, что я в течение 108 дней читаю ему мантру утром и вечером. Ну и там еще дополнительные практики какие-то. Я 108 дней читал, и получается, по факту, был какой-то тупик определенный в развитии. А тупики – это, в принципе, норма любого уровня ищущего. Поэтому с тупиками мы будем сталкиваться до бесконечности, пока не выйдем из этой иллюзии. Ну вот, был какой-то определенный тупик, и я не знал, что делать дальше. И я читал мантру Иштадевате и просил его дать мне мастера, реализованного, который мне оттолкнет дальше. И, в принципе, буквально вот я закончил аскезу, через три дня случайно всплывает в том же ТикТоке. ТикТок сейчас решает в плане подачи информации. Вот, уже отошел от той соцсети, где просто все глупо пытались танцевать. Сейчас очень много и полезной информации в ТикТоке. Ну вот, у меня всплывает информация, фрагмент интервью мастера. Я через поиск нахожу его на Ютюбе, через Ютюб нахожу его там в Телеграм-канале, еду на семинар и получаю как раз... Первые мои опыты самадхи как раз произошли в поле этого мастера. То есть, фактически, я где-то в конце июля закончил аскезу. В конце июля я нахожу информацию, списываюсь там в первой половине августа, списываюсь с организаторами, ну те, которые рядом с этим мастером. Они говорят, в сентябре семинар, в сентябре приезжаю в семинар и получаю огромный просто опыт вот этого вхождения в истинное состояние восприятия реальности. И вот оно как показало, когда Иштадева-то толкает к таким событиям, которые позволяют постичь больше. И пришло очень много осознания, естественно, после этого. Поэтому Иштадева-то — это очень актуальная, классная вещь. Нужно понимать своего Иштадева-то, узнать его. И это очень сильно упростит духовный путь в принципе. Татьяна спрашивает. Если люди — часть Творца, мы приходим на Землю в эти тела, зачем Творцу эта возня? Творец познает себя в различных аспектах. Поймите, Вселенная состоит не только из людей. Есть 12 уровней мирозданий, в каждом уровне 12 подуровней, то есть 144 уровня мироздания. 13 уровень считается как раз уровень Творца, Абсолюта и так далее. На всех уровнях, во всех мерностях существуют какие-то осознающие формы жизни разного уровня, начиная от высокочастотных, многомерных существ размером с различной галактики, там и Вселенная, заканчивая самыми низшими мирами, самыми примитивными формами. И Творец осознает всё. Это проявление его, он получает этот опыт, осознание, как может происходить творение. Поэтому в этой глобальной игре просто приход человека в эти тела, они не в плане возни. Вообще, главная миссия, и почему многие, скажем так, даже более духовно развитые миры и мерности завидуют нам, казалось бы, чему тут завидовать в этом мире, где сплошь и рядом только страдания в большинстве случаев. А оказывается, что человек, ну есть одна из таких теорий, что человека создали для того, что это единственная форма существования, где можно постичь сразу два аспекта тёмного и светлого, то есть постичь недвойственность. Оказывается, все сущности во Вселенной сразу по умолчанию разделены на вот эту, ну, как бы, дуальность. А человек, если осознаётся в форме тела, у него открывается возможность постичь сразу два аспекта, а как только постигается два аспекта, открывается возможность постичь абсолют. То есть получается, рождение в теле человека даёт возможность постичь абсолют и выйти напрямую к абсолюту, а не через иерархию вот этих светлых или тёмных сущностей, как они в мире существуют. Не нужно ни через кого там проходить, никак не эволюционировать, а просто осознаться в теле человека, осознаться, что такое есть абсолют и уйти в абсолют. И получается, что это даже не наказание, многим кажется, что это наказание, а сюда выстроены очереди вот этих сущностей, которые хотят пройти вот эту игру в человека, потому что это наиболее быстрая возможность вернуться к абсолюту. То есть поэтому, если кто-то считает, что этот мир какая-то неудачная ошибка, по факту этот мир большая возможность, но просто слишком много на кону, слишком большая возможность даётся, поэтому нас так здесь и чебушат во все стороны, чтобы это не было легко. Но если вы прошли через этот мир и осознались, то вы напрямую соединяетесь с Творцом и вот эта вся иерархия и ваше проявление на других планах, кем вы там были, уже не суть важно, вы становитесь единым и по сути укорачиваете свой путь эволюции там миллионы и миллионы лет, просто решаете через короткие человеческие жизни. Вот в чём смысл этой возни. Бен спрашивает, здравствуйте, как к вам попасть? Заходите в телеграм-канал, я там отвечаю на вопросы, люди задают телеграм-канал, ссылка в шапке профиля, заходите там, активно, качественно очень чат, темы только по саморазвитию, ничего лишнего, никакого спама, я очень чётко отслеживал порядок в чате, любые провокации там сразу удаляются, без разбора, поэтому остаётся качественная аудитория, я не спешу к росту, подавайте заявку и там уже задавайте вопросы, там уже в телеграм-канале я постоянно, ежедневно, в тиктоке, естественно, стримы там раз в неделю, раз в две недели, как получается. Татьяна пишет, добрый вечер, как понять, куда идти? Чувствую, что куда-то тянет, но не пойму, куда. Ну вот, эту тему я уже в этом стриме объяснял, спрашивали, как понять своё предназначение, переслушайте запись в ютюбе, которую я, скорее всего, во вторник выложу, завтра нужно будет обработать её. Переслушайте, я там давал рекомендации, вы поймёте. Спрашивает Оксана, у всех людей души? Ну, тоже двоякий вопрос, я не могу здесь прямо сказать, что я сто процентов знаю информацию, есть разная теория, что условно людей с душой, там порядка ста миллионов на планете, остальное это биороботы, есть такая информация, есть информация, что там около миллиарда человек с душой, остальные биороботы, ну, я не могу это подтвердить, это разные теории, скажем так, так как я уже давно в духовном саморазвитии, вокруг меня люди, которые тянут серьёзные вещи, в принципе, биороботы не могут такие вещи осознавать, поэтому вокруг меня люди, только потому, что я занимаюсь саморазвитием, ну, может быть, на более низкочастотных моментах, там, где люди совсем оперируют животными инстинктами, то там может быть какие-то биороботы есть, но я напрямую не сталкивался с этим, здравствуйте, здравствуйте, сущность делится на болезни, нужно определить сущность по болезни, ну, я так прямо демонологией не занимался, что прямо соответствую сущности и болезни, поэтому я здесь не скажу, ну, мне кажется, что нет, потому что, ну, там какая-то категория сущности есть, но прямо конкретно сущность и конкретная болезнь нет, болезни это не сущность и в первую очередь сущность может слить вам энергию, а вы заболеете только потому, что у вас есть программа и вот ваша внутренняя программа создает болезни, поэтому я так не воспринимаю, сущность, задача сущности максимально вас слить, а нет у вас энергии, значит, вы не можете восстановиться и начинаете заболевать, но заболеваете вы в соответствии с своим внутренними вот этими программами, которые как раз уже включаются как мыслеформы, которые создают болезнь, и в этом плане есть такое направление, как психосоматика, слышали, а сейчас есть качественное такое направление, если вам интересно, погуглите, есть книги новая немецкая медицина или новая германская медицина называется, это по сути попытка объединить современную медицину с психосоматическими механизмами, и там очень качественно как раз расписана причина следствия, то есть из-за чего возникают те или иные болезни, там этот профессор, немец, который забыл фамилию, у него в свое время сын умер от онкологии, и он посвятил вот эти всю свою жизнь закономерностям, из-за чего возникает, у него очень много тем как раз в сторону онкологии, кожных заболеваний, все остальное, ну и других, и в книгах вот это все расписано, поэтому если вы хотите найти причину какой-то своей болезни, наверное, из всей литературы, которая сейчас доступна, самое качественное объясняет это новая германская медицина, поэтому погуглите, поищите, и наверняка найдете там ответ. Алинка пишет, если не получается найти спутника жизни, 50% хочу жить для себя, а другие 50% хочу семьи, но нет с кем. Ну вот видите, вы просто не искренне сами с собой, потому что вы не хотите погрузиться в это до конца, потому что поймите, что партнерство это в первую очередь служение, служение другому человеку, а если вы хотите партнерство, но быть в партнерстве сами по себе самодостаточным, ваше партнерство любое будущее обречено. Поэтому вам не дается такая возможность, потому что вы до конца не определились. Поймите, что отношения это, у нас это все искажено, институт семьи искажен и ослаблен. Сейчас разводится просто вот как выйти покурить, то есть никого ничто не держит, самые массовые разводы после рождения ребенка, хотя казалось бы это серьезный стимул. Так разберитесь, нужно ли вам, нужны ли вам такие отношения, когда у вас каждый день возникает риск того, что эти отношения развалятся. Так вот, отношения строятся только на, даже не, как говорят, взаимоуважении. Поймите, приедается все, приедается, и как бы вы там не влюбились, как бы вы не нашли партнера, страсть уходит. Год-полтора вы привыкаете телами к друг другу, уже не особо интересно. Бывают редкие ситуации, когда там много лет люди притягивают друг друга, но это уже не совсем стандартные, как правило, такие высокочастотные отношения, где понимание происходит. Но в своей сути партнерство это в первую очередь для вас служение. Если вы не готовы для человека служить, то у вас настоящее партнерство не получится. Пока вы хотите быть сами по себе, вы будете сами по себе. То есть, вы признаете здесь, потому что такого не бывает. Получается, что вам хочется быть самой по себе, но чтобы рядом прислуга была, а не партнер, которая закроет ваши проблемы, которые вы не можете сами закрыть. Ну это же паразитное отношение. И вот поэтому здесь нужно в первую очередь себя раскопать. Походите по психологам, найдите причину вот этого неполного желания. Откопайте, упростите внутреннее восприятие, тогда все и нормализуется. А в принципе все и добежал. Ну замечательно, как я сегодня справился со всеми вашими вопросами. Благодарю вас за хорошее вот это состояние. Мы действительно в резонансе, очень качественная аудитория. Благодарю вас всех, хорошие вопросы. Если не хотите потеряться и хотите продолжать задавать вопросы, опираться, опять же повторяюсь, заходите в телеграм-канал, подавайте заявку, подписывайтесь на канал, я продолжаю. Так что не потеряйтесь и в принципе запись я полную, если кто-то в конце подключился, буду выкладывать на YouTube во вторник. Подписывайтесь на YouTube, чтобы пересмотреть то, что пропустили и будем продолжать дальше разбираться, как жить в этом мире. Всех благодарю, всем благ.